Прошу встать. Конституционный суд Российской Федерации. Прошу садиться. 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 Если я не ошибаюсь, то осуществляется трансляция онлайн в интернет. Прошу садиться. 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 изменений в отдельный законодательный акт российской федерации заявитель геннадий кирилл щукин представитель щукина адвокат владимир сергеевич цвиль представители стороны принявший подписавший оспариваемый нормативный акт от государственной думы федерального собрания полномочный представитель государственной думы в конституционном суде мария павловна беспаловым от совета федерации председатель комитета по конституционному законодательству полномочный представитель совета федерации в конституционном суде андрей оксаныч клишес от президента российской федерации полномочный представитель президента российской федерации в конституционном суде михаил валентин кротов от правительства российской федерации полномочный представитель правительства в конституционном суде михаил Юрьевич Борщевский. От Генерального прокурора Российской Федерации полномочный представитель Генерального прокурора в Конституционном суде Татьяна Александровна Васильева. От Министерства юстиции Российской Федерации советник министра Мария Аркадьевна Мельникова. Кроме того, приглашены также от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации заместитель директора правового департамента Сергей Владимирович Иванов. Заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства, начальник отдела нормативного регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Владислав Юрьевич Кондратьев. Я напоминаю сторонам, представителям сторон о ваших правах и обязанностях. Вы излагаете свою позицию по делу, праве знакомиться со всеми материалами дела, заявлять ходатайство, в том числе ходатайство об отводе судей и другие ходатайства, связанные в том числе с приобщением каких-либо документов. Излагая свои позиции, можете задавать вопросы другой стороне и также выступать в заключительной речи. Прошу вас придерживаться предмета, который мы сегодня рассматриваем, имея в виду, что Конституционный суд решает исключительно вопросы права. Понятно ли вы участникам права и обязанностей? Имеются ли у вас, уважаемые участники, какие-либо ходатайства об отводе судей? Нет. Уважаемые судьи, есть ли у вас какие-либо предложения об отводе кого-либо судей из процесса? Нет, не вижу. Самоотводы? Нет. Уважаемые представители, есть ли у вас какие-либо другие ходатайства? Нет. У вас? Нет. Тогда переходим к исследованию по существу рассматриваемого дела для сообщения о поводах и основаниях рассмотрения дела в существе вопроса, содержания имеющихся материалов и других мерах, предпринятых по подготовке дела к слушанию. Слово представляется судей докладчику Владимиру Григорьевичу Ярославцеву. Прошу вас, уважаемый Владимир Григорьевич. Уважаемые председательцы, судьи, участники процесса и приглашенные. Поводом к рассмотрению данного дела явилась жалоба гражданина Щукина Геннадия Кирилловича о проверке конституционности статьи 19 федерального закона об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, согласно которой охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и их общинами, а также лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживает в местах и традиционного проживания, и традиционной хозяйственной деятельности, и для которых охота является основой существования. Часть первая. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно, без каких-либо разрешений, в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимым для удовлетворения личного употребления. Часть вторая. Продукция охоты, полученная при осуществлении охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, используется для личного потребления или реализуется организацией, осуществляющим деятельность по закупке продукции охоты. Как следует из материала в дело, приговором суда оставлено без изменения судом апелляционной инстанции. Гражданин Щукин, этнический долган, являющийся учредителем и председателем семейно-родовой общины коренного малочисленного народа долган, а также президентом местной ассоциации общественных объединений коренных малочисленных народов северо-таймырского долгана Нейского района Красноярского края, работающий экспертом в местной администрации таймырского долгана Нейского муниципального района Красноярского края, был признан виновным в совершении преступления по республике части 4 статьи 33 и части 2 статьи 258 Головного кодекса Российской Федерации по подстрекательству к незаконной охоте совершенной группы лиц по предварительному сгору. Ему было назначено оказание в виде штрафа в армии 120 тысяч рублей, однако однозначенное наказание было освобождено в связи с актом амнистии. Согласно указанным судебным постановлением, противоправное деяние заявителя выразилось в том, что он использовал свой статус президента местной ассоциации общественных объединений коренных малочисленных народов северо-таймырского долгана Нейского района Красноярского края. В сентябре 2014 года в ходе личных встреч с председателем семейно-родовых общин предложил им неодноразово произвести острел дикого северного оленя, указав каждому из них какое количество особей необходимо добыть. Общее количество туш 222 пообещал подготовить все необходимые документы для вывоза туш, пообещал организовать вывоз и реализацию добытого дикого северного оленя и убедил председателя семейно-родовых общин, что на основании действующего правового регулирования каждый член общины имеет право добыть без разрешения 8 особей дикого северного оленя, при этом общины вправе поручить добычу одному или нескольким своим членам в объеме, рассчитанном на всех членов общины. В результате чего назначенными общинами-охотниками был произведен отстрел оленя в соответствующем количестве, тогда как согласно позиции судов право на охоту в целом их обеспечении ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности охоты в пределах установленного лимита удовлетворения личных нужд не может быть передана одними членами общины другим ее членами. Судами также было установлено, что заявитель приобрел общину отстрелянные туши оленя за деньги, колючие смазочные материалы и другие необходимые предметы, например, снегоходы, и осуществлял их дальнейшую реализацию перерабатывающим организациям в отсутствие документов, подтверждающих законность их добычи. В передаче конституционной жалобы заявитель на состоявшееся судебное постановление по его уголовному делу для рассмотрения в заседании судов Кассона-Останцы было отказано определению судей Краснояльского краевого суда 21 июня 2018 года. В Верховный суд Российской Федерации к конституционной жалобе заявитель не обращался. В связи с этим гражданин Щукин полагает, что оспариваемая норма не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 7 части 1, 2, 38 части 1, 2, 46 части 1, 55 части 2 и 69. В той мере, в какой они по смыслу предаваемому праву применительной практикой, предполагают, что право лист, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, осуществлять свободную, без каких-либо разрешений охоту в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, может быть реализована только лично каждым членам семейно-родовых общин и не допускает осуществления данного права одним или несколькими охотниками числа членов общины, уполномоченными другими членами общины в пределах нормативно установленных лимитов, рассчитанных исходя из количества членов общины, делегировавших осуществление этого права. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли оспариваемым заведителям нормативное положение Конституции Российской Федерации. В процессе предварительного изучения жалобы и подготовки дела к судебному слушанию были изучены обжалованные положения также другие нормативные правовые акты, относящиеся к данному делу. Данная жалоба также изучала специалистами управления Конституционного накладного публичного права Конституционного суда Российской Федерации. Были получены исключения от Верховного суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, полномочного представителя Совета Федерации Российской Федерации, Конституционного суде, полномочного представителя Государственной Думы Российской Федерации, Конституционного суде, Правительства Российской Федерации в Конституционном Суде Российской и Верховном Суде Российской Федерации у полномочного фурана человека в Красноярском крае по поставленным жалобе вопросам. В заключении его заявил вас, уважаемые коллеги, имеется. После назначения дела их слушания были направлены уведомления о дате времени служения участникам процесса и приглашённым лицам. Заявителю гражданину Щукину, полномочному представителю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Конституционном Суде Испалу и полномочному представителю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Конституционном Суде Клишесу, полномочному представителю президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации Круту, полномочному представителю правительства Российской Федерации в Конституционном Суде Борачевску, председателю Верховного Суда Российской Федерации Лебедеву, генеральному прокурору Российской Федерации Чайки, министру юстиции Российской Федерации Коновалову, у полномочного права человека Красноярского края Пальчина. Спасибо, доклад закончен. Спасибо, Владимир Григорьевич. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы, какие судье докладчику? Тогда нам нужно принять решение о порядке исследования материалов дела. Предлагается следующий порядок. Заслужите выступление представителей заявителя и его представителя. Оба вы будете выступать. Затем представители стороны, принявшие и подписавшие оспариваемый нормативный акт. После этого представители других государственных органов, приглашенных в заседание Конституционного суда. Я также напоминаю, что стороны имеют право затем выступать с предложениями о приобщении каких-либо дополнительных документов, если возникнет такая необходимость, и выступать с заключительными речами. Есть ли у вас, уважаемые представители, какие-либо выражения против предложенного порядка? Нет. У вас. Уважаемые судьи, прошу проголосовать. Принято. В соответствии с принятым порядком, тогда я просил бы уважаемых заявителей и представителей пояснить свою позицию по делу. Уважаемый заявитель, вы будете выступать? Да. Прошу вас. Уважаемые судьи, я очень благодарен и урожаю большое спасибо, что вы приняли мою жалобу к рассмотрению. Уважаемые судьи, мне звонят со всех регионов России, чтобы я рассказал о всех, но в фокусе дела я бы хотел концентрироваться на конкретной личности, это меня и моей мамы. Как всегда, все исходит из истории, в которой вот сейчас перед вами стоит дилемма, и показать силу Конституции в лице судей. Моя мама маленькая, она рассказывала, что прятала рыбу, чтобы прокормить свою маму, где в 30-х годах было вооруженное восстание, и поэтому многих называли врагами народа. В том числе и попала моя мама. Семья вся померла в голоду, и она, маленькая девочка, прятала рыбу, чтобы накормить свою маму. Но рыбаки, охотники, тайком их кормили, чтобы они не умерли. Все-таки мама умерла, и, то есть, получается, моя бабушка. Маму спасли другие родственники. Так она выросла, и у нее образовалась семья. У нас было 11 детей. Все мы росли уже при новой системе, благополучии. И теперь история фокусируется на фамилии Щукин Геннадия Кириллович. Но в плане законов, которые принимаются и применяются на местах, в регионах, в селениях, поселках, в наших промахловых точках. На данный момент федеральные власти все это знают, предусматривают и принимают очень много законов федеральных, очень хороших. И, скажем так, на зависть других стран они применяются. Иначе бы я здесь не был перед вами. Поэтому я очень хочу, чтобы федеральные законы больше получили сил с помощью Конституционного суда и уважаемых судей. Чтобы они применялись адекватно, силой правды и уважения к личности. А Конституция гласит, что любой гражданин России имеет право на защиту. И это еще раз говорит о том, что закон в России работает, потому что моя личность перед вами стоит и готова сказать правду, которая происходит в регионах. Все происходит в рамках закона. И мы, как мы понимаем, мы не нарушали закон. Поэтому Красноярский край устанавливает лимиты, квоты для коренных народов, для личного пользования. Она устанавливается губернатором. И решением правительства Красноярского края утверждается в виде постановления, где указываются цифры, килограммы, кому сколько, на одного человека. И также, согласно федеральным законам, которые приняли в федеральной власти, это федеральный закон об общинах. Люди коренных народов могут объединяться в общины, в группы и тем самым легализовать свой статус, как юридическое лицо, с правом введения своей внутренней деятельности своего хозяйства. Ссылаясь опять же на те законы, нормы введения хозяйства, они издают приказы, издают аваротранспорты накладные, средства, соответствующие документы для сопровождения грузов. И все это, еще раз повторяюсь, мы делаем в рамках закона, не применяя никаких лишних амбиций или каких-то там интересов, как указывается в суде. Согласно всех наших норм, эти люди, особенно престарелые женщины, дети, инвалиды, те же самые неработающие в городе, они ограничены к доступу к биоресурсам, так как нет у них ни оружия, ни всего необходимого, чтобы добыть эти ресурсы. Для этого в общинах есть охотники, у которых есть право ношения, хранения оружия, применения его на охоте. И община издает приказ на конкретного охотника, который потом, впоследствии, добывает для всех. Это всегда было у нас, испокон веков. Я сам помню, маленький бегал всегда со своими братьями летом и зимой. Мы всегда уносили куски мяса или рыбу старикам, нашим женщинам, которые нуждались в пище. Иначе была такая же ситуация, как в 30-х годах. И эти обычаи мы всегда наблюдим, соблюдаем. Иначе, как народ, малые народы, мы исчезнем и превратимся в обычных людей, желающих жажды и наживы. В тундре жажда и нажива, она не выживает. Поэтому там крепость людей, родственных связей очень сильна. И в этом плане федеральные законы предусмотрели создание общин. Мы за это и взялись. И у нас в данный момент в общине, на территории Таймыра, более ста общин, которых я как раз и курирую. Также у нас есть четыре общественные организации коренных народов, которые тоже представители этих этносов наших. Долгани, Ненцы, Нвенкин, Ганасани и Венцы. Выбрали меня президентом этой ассоциации. И я курирую все вопросы, оказываю помощь. Сам я родился в 1962 году в семье Леневодов. Помню, мне было лет 7 или 8. Бабушка Мария нас всех собрала. Мы далеко от поселка жили. И говорит, что надо ехать в поселок, нас зовут. Нас собрали у всех оленей. Нас маленьких тогда привязали к саням, чтобы мы не выпали. И начали разрешить ехать в сторону поселка. Мы домашних оленей туда привели. И помню, там началась бойня. Домашних оленей там всех зарезали. И всех перевели в охотники. И в 1971 году образовался госпомхоз Таймурский. Всех оленеводов перевели в охотники. Кто был не согласен, неделю были закрыты помещения. После того, когда начали уже резать моих оленей, четыре важенки, которые мне подарила бабушка, я кинулся в драку. Но моих отца и маму наказали за то, что воспитали плохого человека. Я сказал, что я защищал своих оленей. Но нас тогда всех детей забрали, посадили на самолет, увезли в город. Там национальную одежду при нас порвали. Всех подстригли на лысо. Меня лично мыли каким-то жутким мылом. Обливали со шланга. Обмыли нас. Дали одежду, которую мы ни разу не одевали. Но за счет подзатыльников я все-таки одел его. Правильно говорить. Неправильно одел, но заставили переодеться. И я их первый раз тогда увидел наших девочек в юбке и лысыми. Они были все бледные и плакали. Нас всех построили и завели в интернат. Так я услышал слово «интернат». И в городе мы детьми очень много раз убегали из интерната, надеясь добежать до поселка. Мы не думали, что только большого расстояния. Это почти 400 километров до нашего остобища. Нас ловили. Потом построили в линейку и сказали, что если еще раз его убежите, ваших родителей арестуют. С тех пор мы не стали убегать из интерната. И учились до конюков. И во время конюков мы старались тоже убегать, не садиться в самолеты. И нас все равно сказали, если не будете садиться в самолеты, ваших родителей посадятся. И мы опять улетали в город. И так мы привыкли к советской жизни, к той жизни, которая была системой определена. Вырастив, я стал работать, пошел в армию, закончил училище под Красноярском Суховызмский район села Минерла трактористом. После армии был трактористом, потом в поселке меня избрали председателем сельского совета. Потом стал главой поселка. Потом по состоянию моей жены вынужден был уехать в город, уволился. Я не жил в городе, так как у меня жена русская, и она не смогла спокойно жить там, и тяжело очень жить. Потом она умерла, я остался один, мы в разводе были. И после того, когда мне была дилемма остаться в городе, жить или уехать в Тундру, мой младший сын уже не смог жить в Тундре. Поэтому был выход такого строиться в городе. И за период моей работы в администрации я также еще учился в Московском государственном социальном университете, социальный менеджмент. Это дало мне знание, как помочь людям, живущим в Тундре. Прочитав очень много законов, особенно федеральных, так как они имеют верховенство в силе по региональным законам, я изучил федеральный закон об общинах, о наших правах и создал свою общину, общину долгам. и мы спокойно с 2008 вели охоту, согласно всех федеральным законам об охоте, сдавали продукцию, так как денег не было в Тундре, то мы меняли нашу продукцию на продукты питания, на хлеб, на сахар, на лекарство. Лекарство я покупал за счет своей зарплаты, потому что она была стабильная, я покупал патроны для охотников, потому что зарплата была стабильная. Один года 4-5 назад у нас не было оленей, у нас были проблемы с нашими пожилыми, потому что питания, мяса не было, вынуждены завести, были говядину, свинину, и у нас двое стариков не выдержали свинину, и с животами их увезли в город, они не вернулись. Мы тогда просили у других наших соседей, и они нам помогали с мясом. Питание для нас это основа нашего биологического существования, и сейчас эта дилемма очень сложная на местах. Без оленя мы, скажем так, будем потихоньку умирать, ибо наш организм состоит из сильного иммунитета за счет рыбы и мяса. Сейчас многие, конечно, стараются применять БАДы, лекарства всякие, чтобы спастись, потому что рыбы не хватает, мяса не хватает, и много не разрешают. Поэтому детей специально заранее кормят такими БАДами, чтобы они как бы потепенно определялись и переходили на питание, которое больше распространяется у нас на территории. это курица привезенная из других стран, мясо, говядину, по чуть-чуть свинину, и стараются это питание силой кормить своих детей. В интернате было собрание буквально недавно, где дети просили, чтобы их в меню школы-интернаты включали рыбу и мясо. Но законы такие, что пока это нельзя в интернате проводить. Поэтому тайком дети едят мясо, рыбу, им привозят родители, и они зимой вывешивают это мясо за форточку, чтобы она не испортилась. Вечером, когда все уходят, они кушают. В принципе, это продолжается по сей день. Мы свою продукцию сдавали предпринимателю, который у нас принимал по 60 рублей килограмм мяса. Это устраивало всех нас, устраивало предпринимателю, он привозил нам продукцию. Сахар у нас был килограмм 120 рублей. Одна бочка бензина, стоимость он выставлял 25 тысяч. Но так как денег не было, мы ему поставляли мясо. До сих пор это так происходит. Но потом, когда мы узнали, что есть предприниматели, которые готовы нам по ценам, которые выставляют город, мы переговорили с ними и готовы были продукцию отдавать другим предпринимателям. Уже по большей цене, по 120 рублей. Это немножко укрепило бюджет семьи, потому что мы уже в запас покупали продукты, питание, мы уже мешками покупали макароны, мы уже в запас брали для наших стариков сигареты, искали даже махорку, потому что старики любят больше махорку, чем современные сигареты с всякими добавками. Это мы нашли и более-менее семьи, общины стали более-менее хорошо жить. Также предприниматели нам начали давать в залог или товарный кредит, снегоходы, моторные лодки. Мы им поставляли в течение нескольких лет мясо. Это не понравилось предпринимателю, который раньше принимал мясо за 60 рублей. Он начал писать жалобы, писать письма, подал заявление в полицию. Полиция начала нас преследовать. И в 2014 году три общины, которые раньше поставляли этому предпринимателю, были задержаны. И в 2014 году были возбуждены уголовные дела. Полиция их рассмотрела. Были приглашены охотники, в том числе и я. И в полиции я объяснил силу федерального закона статьей 19, где четко по-русски написано свободно, без разрешения. Полиция еще раз проверила, охотники приехать не могут, потому что билеты очень дорогие до города. Дожить в городе надо где-то. Поэтому попросили полицейского там, который в поселке, их опросить. Полиция все это проверила, отменили уголовные дела, отменили преследование и все успокоились и начали дальше поставлять нашу продукцию другим предпринимателям, которые по нормальной цене у нас брали и мы делали обмен товар на товар. Это еще раз не понравилось предпринимателю и прокуратура заставила полицию возбудить уголовное дело. И опять начались вызовы этих же общин трех в лице меня и уже меня обвинили в том, что я являюсь подстрекательным незаконной охоте. Сидя в кабинете, я стал незаконным охотником. для объяснишь в полиции прокуратуре, что я действую в рамках устава нашей ассоциации, в рамках устава своей общины. И никаких полномочий и превышение своих полномочий Я своих действий не усматриваю. Полиция все равно стала преследовать и несколько раз отменяла постановление всех полиций, которые раньше были отменены. И извините меня за русское слово, маниакальным действиями заставлял полицию возбуждать уголовные дела, еще раз вызывать охотников из тундры и опять возбуждать дела. И так возбудились уголовное дело в 2014 году, приступило к действию. Меня обвинили в том, что я являюсь незаконным охотником, преследую людей, использую свои полномочия, толкнули людей в незаконные действия. Я обратился к вышестоящей инстанции, зная правду силы закона, но там тоже не поддержали. И не станция первая применила ко мне меру штрафных санкций, но потом отменили ввиду амнистии. Но это тоже мне не понравилось, так как я все равно знаю, что сила закона тогда не в федеральных законах, а сила закона в Конституции. Я, прежде чем подать к вам, уважаемые судьи, много чего толпить мамы, которые остались. И она говорила, что над каждым чиновником есть бумага. У русских есть бумага, которая сильно поможет людям неграмотным. Не только нам, а вообще неграмотным. И такая бумага, как она говорит, сильный документ, это Конституция, а ее образование четыре класса. Я никогда не обращал к Конституции никакого внимания. Тут начал читать, читал очень много законов, вышел на те нормы, которые могли бы нам помочь. Очень много искали юристов, которые могли бы взяться за это дело. Потому что прессинг был очень сильный. Многие юристы отказывались. На местах тем более отказывались. В Норильске тоже, даже за деньги. Не хотели браться. Тогда мы обратились в наши организации за пределами нашей территории. Нам предложили адвоката, цивиль Владимира Сергеевича. Он перед вами. Он сказал, что посмотрит и возьмется за это дело. Я уже, если честно, без надежды ждал, что на этот момент и Конституция не поможет. Но после того, когда я получил письмо от судей, я эту весточку разнес в 8-м вентиля. Вся тундра обрадовалась, что Конституционный суд возьмется за это и рассмотрит. Даже в слово «рассмотрит» для нас уже, как бы сказать, щит от беспредела, который творится там. И расставит все точки над «и». И когда я получил это письмо, разъяснив по всей тундре, появились желающие сразу очень много. Что давайте обратимся выше. А я говорю, куда еще выше? Выше Конституционного суда в России нет. Есть, якобы, другие за пределами России. Я тоже очень много думал, сомневался. Но посоветовав со своими старейшинами, со своими стариками, которые еще помнят те времена справедливости, когда, как говорят, начальник приедет все рассудит, сказали, Геннадий Кириллович, созвонись с тем юристом, который с тобой занимается. Я позвонил с Филиппом Владимиром Сергеевичем, посоветовался с ним. Я очень долго не спал, применяя свои знания тем, чтобы дальше запускать или еще искать выходы. Но пришли к выводу, что решение ваших судейских знаний конституционного применения и силу вашей правды я ожидаю, и не только я, а все малые народы Севера, Сибири и Дальнего Востока ожидают правду. Правду, что мы есть и что наша защита заключается в Конституции. Это высший документ, высшего которого в России нет. И теперь я стою перед вами в надежде и уже скажу в уверенности, что большая часть моего пути и пути моей мамы здесь и закончится. Уважаемый суд, прошу внимательно изучить наши документы, применить правду. А сила в правде. Потому что законы меняются, меняются системы управления. А правда, она всегда правда. И эту правду я смотрю в ваших лицах. Потому что много желающих обойти эту правду мне не позволили. Мои знания, моя уверенность в том, что путь, который проложила моя мама, дав мне те знания истории, которые я сейчас вам произнес. Извините за слезы, которые произошли здесь. Это слезы моей мамы. Я также плакал в первой судебной медстанции. Но там были холодные лица судей и прокурора, которые просто смотрели не в меня, а в пустоту. Здесь же я уже, даже здесь, присутся и в Петербурге, и разговариваю с людьми, понимая, что здесь дух в Питере, у нас по слову Питер подразумевает правду, где Аврора дала знать новую жизнь в страну. Я уверен, что вы дадите новую жизнь нашим северным народам. И сейчас вот мне звонили и сказали, что они смотрят трансляцию через интернет и смотрят, как эта правда рождается здесь. Уважаемые судьи, я надеюсь, что я сказал коротко, потому что я готовил доклад очень большой. Там, по-моему, 20-35 листов. Потом я это все бросил и сказал, что правду все равно узнают. Поэтому мое мнение вы уже знаете. Прошу, уважаемые судьи, удовлетворить мою жалобу. У меня все. Пожалуйста, Геннадий Переодович, присаживайтесь. Владимир Сергеевич, вы будете выступать? Да, прошу вас. Уважаемый высокий суд, уважаемые участники заседания, все присутствующие, как уже сказал Геннадий Кириллович, мы признательны Конституционному суду за внимание к проблемам коренных малочисленных народов. И поскольку это первое принятое к рассмотрению подобное дело, то и аргументации, и выводы суда будут иметь важнейшее ориентирующее значение для всего последующего понимания, применения и развития законодательства о коренных народах. Фактическая сторона дела уже достаточно подробно была изложена. Ее конституционная проблематика сводится к анализу статьи 19 Федерального закона об охоте, положение которого содержит неопределенность в вопросе возможностей лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, осуществлять право на традиционную охоту посредством сил уполномоченного охотника. Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, должен основываться на всестороннем анализе, начиная с сущности и специального значения прав коренных народов и заканчивая системно-функциональным анализом данной нормы. Исходя из этого подхода, наша правая позиция заключается в следующем. Первое. Коренные малочисленные народы обладают функционным статусом, однако составляющие этот статус права находятся в неявном выражении в тексте Конституции и, можно сказать, зашифрованы в системе конституционных положений. В этом смысле права коренных малочисленных народов являются конституционным символом, который имеет объемное внутреннее содержание и формирует концепцию специальных прав. Так, Конституция Российской Федерации, конкретизируя общие принципы о признании международных стандартов прав и свобод человека и гражданина, статья 15, часть 4, статья 17, часть 1, гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, статья 69. А в качестве основных элементов этих прав декларирует исконную среду обитания и традиционный образ жизни, обязанность защиты которых относится к федеральному и региональному уровню власти, статья 72, пункт М, части 1. При этом целый ряд международных актов касается сферы исконных прав коренных народов. В качестве основных специальных актов нужно отметить Конвенцию международной организации труда номер 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах и Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 2007 года. Нормы указанных актов ориентируют на эффективную охрану особой исторической связи коренных народов с их традиционными территориями расселения и природными ресурсами жизнеобеспечения как самой сущности и идентичности этих народов. Также международные нормы декларируют гарантии возрождения, воспроизведения, сохранения, развития и передачи традиционного образа жизни и других элементов самобытности и самоопределения, таких как история и культура, традиции и обычаи, искусство и творчество, языковая и духовно-религиозная сферы, коллективный характер жизнедеятельности, система ценностей и знаний, навыки жизнеобеспечения и хозяйствования. Согласно базовому федеральному закону о гарантиях прав коренных молчаственных народов Российской Федерации, ключевыми признаками этих народов являются традиционная территория расселения, традиционное хозяйствование и промыслы, осознание этнической общности, а также традиционный образ жизни как исторически сложившийся способ жизнеобеспечения, основанный на опыте предков в области природопользования, самобытной социальной организации проживания, самобытной культуры, сохранении обычаев и верований. Указанные признаки порождают соответствующие им права, которые вместе с тем имеют конституционные основы. Изначально важно отметить, что исконные права коренных молчаственных народов, исторически сформированные путем преемственности поколений, являются одной из форм проявления, закрепленной в преамбуле Российской Конституции над правой основы уважения памяти предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, что напрямую взаимосвязано с другими словами преамбулы об ответственности за свою Родину перед нынешними и будущими поколениями. Тем самым исконные права коренных народов выполняют трансляционную функцию сохранения, передачи и развития их опыта, мудрости и философии сквозь поколения. Вместе с тем, права коренных молчаственных народов производны от конкретных основ кондиционного строя, в числе которых принципы равноправия и самоопределения народов и гарантии использования и охраны земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Также права коренных народов производны от конкретных кондиционных прав, свободы и обязанностей, в частности от свободы национальной принадлежности и языка общения, свободы выбора места жительства, свободы вероисповедания и творчества, свободы, не запрещенной законом экономической и трудовой деятельности, свободы объединений, права на благоприятную окружающую среду, а также от обязанностей заботиться о сохранении природы и исторического культурного наследия. При этом права коренных малочистых народов привносят свою специфику в понимание, содержание и применение универсальных конституционных прав. Так, право на жизнь в условиях сложной природной климатической среды предполагает специальные гарантии жизнеобеспечения, основанные на традиционном природопользовании, в том числе и обеспечения физиологически необходимого традиционного рациона питания. В свою очередь, право на судебную защиту предполагает учитывать традиции и обычаи коренных народов, как это следует, в частности, из статьи 14 Федерального закона о гарантиях прав коренных малочистых народов РФ. Также нужно отметить, что элементы самобытности коренных малочистых народов — это не только защищаемый правом интерес меньшинства, но и надправовая, социально-биологическая и цивилизационная ценность, выражающаяся в исторически сложившемся образе жизни отдельных групп человечества, которые отражают естественное сосуществование природы и человека, позволяют адаптироваться к сложным природно-климатическим условиям, автономно и экологично обеспечивать жизнь и природопользование в этих условиях. Таким образом, можно констатировать, что права коренных малочистых народов являются таким кондиционным символом и такой правовой формулой, которая, опираясь на идею преемственности поколений, в свернутом виде содержит целый комплекс фундаментальных прав и ценностей. Тем самым, в силу непосредственной взаимосвязи и взаимодополнения с конкретными кондиционными правами, концепция прав коренных малочистых народов наполняется формально определенным содержанием, а составляющие ее кондиционные права усиливают свое значение и практику реализации. Второе. Одним из фундаментальных законных интересов коренных малочистых народов является их право на традиционное природопользование как основа традиционного образа жизни, хозяйствования и жизнеобеспечения. Так, в Конвенции Международной Организации Труда о коренных народах ст. 14, 15 и 23, в Декларации ООО на правах коренных народов ст. 25, 26 и 27, в Киркенесской Декларации пункт 9, а также в Конвенции о биологическом разнообразии, преамбулы из ст. 8, констатируется важная зависимость коренных народов от их традиционной природной среды, с чем признается право этих народов на земли, территории и природные ресурсы, которыми они традиционно владели, которые они традиционно занимали или иным образом использовали и приобретали, в том числе сохранение и свободное занятие традиционными промыслами, производствами и видами деятельности, такими как охота, рыболовство, оленеводство, звероловство и собирательство. В национальном правовой системе общие гарантии традиционного природопользования закреплены в Федеральном законе о гарантиях прав коренных малочистных народов РФ и в федеральном законе о территориях традиционного природопользования коренных молочистых народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Конкретные же гарантии традиционного природопользования содержатся в ряде специальных федеральных законов. Так, федеральный закон об охоте, признавая в качестве принципа правового регулирования учет интересов коренных молочистых народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, статья 2, пункт 4, выделяет охоту в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности указанных лиц, как специальный вид охоты. Статья 12, пункт 7, часть 1. При этом, статья 19 данного федерального закона определяет субъектный состав традиционной охоты, к которому относят и лиц коренных малочисленных народов, и их общины, часть 1. Указывает на свободный режим осуществления охоты в рамках установленного лимита, часть 2. И предусматривает два варианта использования продукции охоты. Для личного потребления и для реализации, часть 3. Вместе с тем, буквальный смысл указанных законоположений не дает прямого ответа на вопрос о возможности реализации права на традиционную охоту посредством сил уполномоченного охотника. Также неопределенным является содержание объема личного потребления, который может пониматься и как индивидуальные нужды конкретного лица, и как общие семейные нужды. Поэтому отсутствие однозначного регулирования с учетом складывающейся правоприменительной практики, признающей законность лишь личного участия в процессе традиционной охоты, а также при том, что соответствующее правовое поведение может быть квалифицировано в качестве уголовно запрещенного, позволяет говорить о неконституционности оспариваемых законоположений, в связи с тем, что они, предполагая возможность различного истолкования, не отвечают конституционному принципу формальной определенности. 3. Смысл статьи 19 Федерального закона об охоте, как предполагающий возможность только личной добычи охотничьих ресурсов, лишает соответствующих гарантий тех лиц из числа коренных малчисленных народов, которые по объективным причинам не могут непосредственно участвовать в процессе охоты. Во-первых, это субъекты, которые фактически не могут лично охотиться в силу физиологических причин, как правило, из-за возраста или состояния здоровья. Во-вторых, это субъекты, которые, учитывая положение федеральных законов об охоте и об оружии, юридически не имеют права охотиться по причине отсутствия статуса охотника и права приобретения хранения и ношения оружия, что может быть обусловлено как вышеуказанными физиологическими причинами, так и традиционным для коренных малчисленных народов разделением труда, в частности, внутрисемейным разделением труда между мужчиной и женщиной. В этой ситуации нужно учитывать положение статей 21 и 22 Декларации ООН о правах коренных народов, которые предписывают уделять особое внимание правам и потребностям престарелых, молодежи, детей, женщин и инвалидов, принадлежащих коренным народам в целях их полной защиты и гарантии от всех форм дискриминации. Таким образом, предоставляя право традиционной охоты всем лицам из числа коренных малочисленных народов, законодатель должен учитывать невозможность личной реализации этого права всеми лицами из указанной категории граждан. В связи с этим законодатель должен был предусмотреть механизм реализации права традиционной охоты всеми его адресатами в целях предотвращения декларативно-формальной природы этого права. Ситуация же, когда декларируемое субъективное право не может быть реализовано в силу достаточно вероятных и очевидных для законодателя фактических и юридических причин, свидетельствует о нарушении одного из важнейших конституционных принципов законотворчества, не допускающего издавать законы, отменяющие или умаляющие права свободы человека и гражданина. Статья 55, часть 2 Конституции. Также тем самым нарушается предусмотренный статьей 19 Конституции Российской Федерации общий принцип юридического равенства, поскольку в неравное положение ставятся равные субъекты права, а именно лица из числа коренных малочисленных народов, имеющие и не имеющие реальной возможности лично участвовать в процессе охоты. Четвертое. Возможность реализации права на традиционную охоту посредством сил уполномоченного охотника напрямую взаимосвязана с выполнением естественной семейной заботы в отношении тех лиц, которые, как уже говорилось, не участвуют или не могут самостоятельно участвовать в процессе охоты. В связи с этим запрет назначения уполномоченного охотника фактически блокирует возможность осуществления взаимной детско-родительской и семейно-родовой заботы, выраженной в добыче необходимых для традиционного жизнеобеспечения биологических ресурсов. Поэтому оспариваемое право регулирования не согласуется с фундаментальными положениями Конституции Российской Федерации о социальном государстве в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, статья 7, а также с естественной конституционной обязанностью заботы детей и родителей друг о друге, статья 38. Вместе с тем, взаимно обязанность семейной заботы применительно к семейно-родовым общинам малочисленных народов относятся ко всем их членам, что, помимо прочего, согласуется с положениями глав 14 и 15 Семейного кодекса Российской Федерации, отражающих обязанность взаимной заботы супругов, братьев и сестер, дедушек и бабушек, а также других членов семьи. Таким образом, запрет назначения уполномоченного охотника для реализации права традиционной охоты противоречит естественным, традиционным и отраженным на законодательном уровне семейным правам и обязанностям, предполагающим непосредственную заботу одних членов семьи в отношении других нуждающихся в ней членов. Данная забота, как указал Конституционный суд Российской Федерации, является общепризнанной моделью социального поведения и предопределена самой природой отношений исторически сложившихся и обеспечивающих выживание и развитие человека как биологического вида. Постановление от 8 июня 2010 года, номер 13-п. 5. Назначение уполномоченного охотника, необходимое для реализации права на традиционную охоту, не противоречит природоохранной политике государства, так как не увеличивает допустимый государством объем добычи биологических ресурсов. Так, положение статей 1 и 24 Федерального закона об охоте из статьи 333.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также конкретизирующие эти положения региональные нормативные акты, вводят объективный критерий законного природопользования, заключающийся в предельном объеме добычи конкретного вида биологических ресурсов из годового расчета на одного человека. Это означает, что охота, являясь предметом правового регулирования, включает в себя и деятельность по добыче охотничьих ресурсов, и допустимый количественный результат этих действий. Вместе с тем, предметом правовой охраны, преследующей цель допустимого природопользования, является именно результат охоты, объективированный количественными показателями. Учитывая указанные особенности, следует различать помощиствующую деятельность уполномоченного охотника по добыче охотничьих ресурсов и результат охоты, который обеспечивает законный интерес конкретного лица, относящегося к коренному малочисленному народу, на возможность получения продукции жизнеобеспечения, как гарантии традиционного образа жизни и традиционного природопользования. Иными словами, назначение уполномоченного охотника не означает передачу ему всего объема права традиционной охоты других членов общины, а предполагает наделение его правомочием только самой по себе добычи, как исполнительного элемента этого права, что не противоречит природоохранным целям законодательной политики. 6. Права коренных малочисленных народов носят международно защищаемый коллективный характер, поскольку могут быть реализованы конкретными лицами лишь в рамках сообщества. Так, в преамбуле Декларации ООН о правах коренных народов признается, что коренные народы обладают коллективными правами, которые абсолютно необходимы для их существования, благополучия и всестороннего развития. 7. Поэтому реализация исконных прав коренных народов характеризуется единством индивидуальных и коллективных начал, где общие есть условия существования единичного и наоборот. В связи с этим община малочисленных народов создается для коллективного пользования правами при вспомоществующей роли всех ее членов. 8. Так, как следует из действующих нормативных дефиниций, община малочисленных народов является объединением, создаваемым в целях защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры. Именно поэтому Федеральный закон об охоте, определяя в части 1 статьи 19 субъектный состав права традиционной охоты, относит к нему и лиц коренных малочисленных народов, и их общины. Это согласуется и с Федеральным законом о животном мире, который, признавая особые права граждан из числа коренных малочисленных народов, исконная среда обитания и традиционный образ жизни, которых связаны с животным миром, статья 9, предоставляет им право на применение традиционных методов добычи и приоритетное пользование животным миром, а также позволяет осуществлять данные права как индивидуально, так и коллективно, создавая объединения на различной основе. Статьи 48 и 49. При этом, с точки зрения принципов самоуправления и самоорганизации общин коренных малочисленных народов, важно обратить внимание на пункт 2 статьи 33 и статью 35 Декларации ООН о правах коренных народов, согласно которым коренные народы имеют право определять структуру и избирать членов состав своих институтов, а также имеют право определять обязанности отдельных лиц по отношению к их общинам. Таким образом, право традиционной охоты должно предполагать не только индивидуальный, но и коллективный режим его осуществления, поэтому запрет назначения уполномоченного охотника для реализации этого права не согласуется со спецификой прав коренных малочисленных народов и функциональной сущностью их общин. Исходя из изложенного, просим признать статью 19 Федерального закона об охоте, не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 7, 19, 38, 46, часть 1, 55, часть 2 и 69 в той мере, в которой право коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации осуществлять традиционную охоту в объеме добычи личного потребления не может быть реализовано посредством сил уполномоченного общиной таких народов охотника. Благодарю за внимание. Спасибо, Владимир Сергеевич. Пожалуйста, садитесь. Уважаемые представители другой стороны, какие вопросы у вас есть к выступавшим? Нет вопросов. Уважаемые судьи, Юрий Дмитриевич Рудкин. Спасибо, уважаемый председатель. У меня несколько вопросов к нашим заявителям. Вот скажите, пожалуйста, в каком порядке было получено разрешение общины на отстрел лося, вот группа и лиц? То ли это собрание общины было... Оленя, извините меня. То ли это было решение правления? Согласно уставу общин, все решения принимаются советом общин. Совет общин решает, что, допустим, на этот период у нас много мяса, есть еще и другая продукция, рыба, там, куропатка, гусь. Мы можем этим пока продержаться и большую часть мяса мы можем продавать. И это протоколом оформляется. А уже охотник назначается приказом за подписью председателя общины. И этот охотник, уже получая полномочия по приказу, добывает оленя. И потом уже распределяется. Спасибо. У меня еще к вам один вопрос. А вот как оформляется порядок реализации добытых туш оленей? Порядок реализации определяется... Сначала говорится, что нам необходимо, то есть протоколы можем оформить. Либо это в устном порядке. Собираются наши старейшины и говорят, что сегодня нам надо вот такой вид продукции, продукции в виде стравоматериалов или продукты питания, там детям у нас надо будет лекарство взять. И это все протоколом можно оформить. Либо это в устном порядке все это делается. И в уставе там у нас это все есть. И потом, когда уже мы определили, сколько мы добыли, мы звоним предпринимателям, и они нам везут необходимые наши заказы. И мы это все оформляем. Товар от транспортного накладной. И потом мясо отдаем на экспертизу ветеринарную службу. Они проводят экспертизу на сибирскую язву, на фенозные всякие. И выдают нам документ, подтверждающий, что мясо может быть реализовано. И все эти документы, приказ на охотника, товар от транспортного накладную, и ветеринарные документы сопровождающие мы отдаем водителям, и они везут это мясо туда уже в город. А в город уже везут нашу продукцию. Питание, стравоматериалы, бензин для нашей техники. Вот такой вот метод обмена у нас. И последний к вам вопрос. Скажите, а какова численность вот вашей общины? У нас вот конкретно сейчас 67 человек. У других общин есть по 10, у некоторых есть по 120. Вообще у нас общин 110. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Нет. Александр Николаевич. Александр Николаевич, пожалуйста. Уважаемый Геннадий Кириллович, скажите, пожалуйста, вот ваша семейно-родовая община, которую вы возглавляете, она только выращивает своих оленей или охотится на них? И то, и то. И только охотится на них. Нет, мы раньше выращивали, а теперь домашних оленей у нас нет, их просто ликвидировали. Сейчас мы охотимся на диких оленей. Своих оленей вы не выращивали? Нет, уже нет. Уже нет. В 1971 году последних зарезали и сдали мясо государству. Нет вопросов, коллеги, Дмитрия? Николай Семенович. Маленький уточняющий вопрос, вероятно. Можно и Геннадий Кириллович, хотя это Владимир Сергеевич выступление отметил, если я правильно понимаю, неопределённость, в том числе в правовом регулировании вопросов, связанных с объёмом добычи охотничьих ресурсов для удовлетворения личного потребления. Правильно? Да, это один из аспектов неопределённости, то есть что считать под личным потреблением. Либо это общие семейные нужды, либо это личные нужды конкретного лица. Из закона мы этого не видим. Но в региональном нормативном регулировании обозначаются объекты животного мира по видам, и в том числе острым и так далее, применительно к конкретному лицу. Так? Всё правильно, да, лимиты определяются, исходя из конкретного лица. Имея в виду членов общины, независимо от возраста, тем более независимо от наличия, отсутствия охотничьего билета. Всё верно, так, да. И в таком случае вот это вот федеральное регулирование в единстве с региональным, вы считаете, оно является неопределённым? Мы считаем, что дефект, да, неопределённость есть, исходя из того, как суды понимают систему этих законоположений. Ещё один вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Вот, что значит коллективное право на добычу охотничьих ресурсов? Вот как оно формально, юридически должно оформляться, определяться с точки зрения законам установленных оснований для реализации? Да, Жанн Николай Семёнович, честно говоря, этот вопрос я тоже хотел бы задать законодателю, какие формы реализации коллективного пользования этими правами имеются. Мы можем назвать только одну форму посредством назначения уполномоченных охотников. Я не исключаю, что могут быть и другие формы, но они должны, я думаю, быть конкретизированы законодателем. И здесь тоже вы рассматриваете неопределённость? Здесь тоже неопределённость, поскольку в данном случае, в частности, вот конкретному заявителю пришлось определять именно таким образом форму коллективного участия, при том, что в законе правополномоченного охотника ничего не говорится. То есть, ему самостоятельно пришлось восполнять этот пробел. Суды с этим не согласились. Мы считаем, что это не кондиционно. Коллеги, нет вопросов больше? Сергей Михайлович, пожалуйста. У меня тоже, скорее, к Владимиру Сергеевичу вопрос. Вот, если считать по тому закону, который издан в Красноярском крае, где установлен лимит для данной общины 8 диких оленей на одного человека, то вот по вашему расчёту это должно быть на каждого члена общины, то есть более, лимит получается более 800 диких оленей, да, в год более. Не перебьёте ли вы там всех оленей, исходя из такого лимита? Уважаемый Сергей Михайлович, я думаю, что когда законодатель определяет лимит, он учитывает, в том числе, и природоохранные цели. То есть, он учитывает баланс индивидуальных интересов и публичных природоохранных целей. Поскольку законодатель определил 8 особей дикого северного оленя, значит, это соответствует вот этому балансу. Но если мы хотим узнать о том, насколько это адекватно или неадекватно потребностям народов, я думаю, лучше мы спросим у Геннадия Кирилловича. Как пользователь этим правом? Поясните, вот насчёт 8. Уважаемый суд, 8 особей определенных субъектом федерации, и мы должны были этого придерживать. Вот у нас 67 человек, мы не на всех сразу определили все эти 8 голов. Мы раскидали по необходимости приобретения товара, продукции в виде сахара, все необходимые. И этот объём мы и изъяли. А остальные продукции есть опасность, о котором как раз и говорит природный ресурс, что мы можем перебить всё. Ваша честь, уважаемые судьи, мы до сих пор живём с природой, и ещё ни разу такие угрозы в наших умах даже и не было, что мы можем перебить всё живое. Мы на этом живём, мы на этом питаемся испокон веков. И мы этим всегда и выживали. Мы не всегда знали, что наша лень – это не только питание, это наш образ жизни. И мы не можем сами себя убивать. Эту логику мыслей природные ресурсы охраненной природы не могут понять. Они смотрят на буквы закона. Мы же смотрим на ту правду, которая у нас испокон веков всегда велась. И мы не можем перебить всё живое вокруг нас. И поэтому логика применения того, что вот эта цифра сейчас будет уничтожена из-за того, что вам надо много есть, для нас она просто неприменима из-за того, что питание – это, конечно, биологически необходимое. Но у нас ещё есть природные духи, которые не позволяют нам применять больше, чем мы лишнее. Нам нельзя. Нет больше вопросов. Уважаемые заявители, уважаемые представители, у меня к вам вопрос есть. Закон был, так если я не ошибаюсь, в 2009 году принят. До этого случая, который произошёл, этого дела в 2014 году, вы осуществляли охоту, в том числе передавая право от одних охотников другим? Или всё только личным, так сказать, было занято добыча? Уважаемые судьи, получается так, что это было у нас всегда из пухон веков. Охотник является добытчиком. Просто нормативные документы на тот момент у нас не были, и они были зафиксированы. Вот как раз все када, которые вы указали. И с тех пор теперь право добычи уже у официального охотника, у которого есть право ношения и хранения оружия. А так всегда отец являлся добытчиком. И он добывал для всех, для наших стариков, для наших детей, для наших женщин. И всегда это наши традиционные обычаи соблюдались. Никогда нельзя оставлять мясо себе, когда рядом старик нуждается в пище. Даже если он не наш родственник, даже если он не нашей национальности, мы всегда делимся этим мясом, добытым, для того, чтобы человек выжил. В условиях Арктика это просто невозможно. Но когда наши предприниматели, которые жаждут добычи и жаждут прибыли, начинают писать жалобы, вот тогда применяется закон, то, что мы якобы нарушали что-то еще. А до этого мы всегда делились, всегда добывали. И семью кормили, и у нас был запас всегда. И мяса, и рыбы. На тот период, если на случай чего, не будет оленей или рыбы мало. Мы всегда делали запас. То есть, правильно я вас понял, что до 2014 года такого запрета, который произошел в этом случае, в 2014 году, не было? Не было, да. Не было. Я это задал вопрос, потому что вы оспариваете закон, именно потому, что он запрещает передавать профессиональным охотникам право. Да, об этом как раз мы и говорили, что теперь требует, чтобы все охотники получали такое право юридическое. Теперь вы хотите напомнить? Валерий Дмитриевич, я дополню. То есть, мы оспариваем закон в этом смысле, поскольку это было применено судами. А что касается уполномоченных охотников, только сказал Геннадий Кириллович, они были испокон веков, и всегда именно они добывали мясо на всех членов семьи. Что изменилось в 2014 году? Я тоже задавался этим вопросом. И Геннадий Кириллович рассказывал, он отчасти это задел, когда выступал за трибуной. Возникла конкуренция тех лиц, которым реализуется мясо дикого северного оленя. Соответственно, начались определенные разногласия. С этим была и вызвана эта проблема. У меня был второй вопрос, но вы на него ответили. Уважаемые представители другой стороны, пожалуйста, прошу вас. Марина Павловна, пожалуйста. Уважаемый председатель, стоящий и уважаемый высокий суд, участники процесса, предметом рассмотрения по-настоящему дебу является жалоба Геннадия Кирилловича Щукина на нарушение его конституционных прав отдельными положениями федерального закона 24 июля 2009 года, об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Заявитель в жалобе просит признать положение ст. 19 федерального закона 209 противоречащим Конституции Российской Федерации, ее статьям 7, ч. 1, 2, 38, ч. 1, 2, 46, ч. 1, 55, ч. 2 и 69, в той мере, в какой они, исходя из предаваемой правоприменительной практики и смысла, предполагают право лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, осуществлять свободную, без каких-либо разрешений, охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности лишь частично каждым членам семейных родовых общин и не допускает осуществления данного права одним или несколькими уполномоченными охотниками в пределах нормативно установленных лимитов, рассчитанных, исходя из количества членов общины, делегировавших осуществление этого права. Как усматриваются жалобы и приложенных к ней материалов основанием для обращения заявителя в Конституционный суд, послужило вынесение в отношении него 28 декабря 2017 года Дудинским районным судом Красноярского края винительного приговора, которым Геннадий Кириллович Щукин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного в части 4 ст. 33 ст. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации о подстрекательстве к незаконной охоте, причинившей крупный ущерб. При этом, при квалификации незаконной охоты, суды исходили из того, что ст. 19 Федерального закона 209 во взаимосвязи с положениями иных нормативно-правовых актов допускает свободное, без каких-либо разрешений, осуществление охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционно-хозяйственной лицами, относящимися к малочисленным народам, только в пределах нормативно определенных лимитов потребления для личных нужд, рассчитанных для лиц, которые непосредственно осуществляют охоту и, соответственно, не допускают осуществления этими лицами указанного вида охоты, исходя из распределения соответствующих лимитов на каждого члена общины, в интересах которой осуществляется охота. Превышение установленных лимитов добычи на одного охотника, по мнению судебных органов, лечет за собой необходимость получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов, которое не было в данном случае получено, при том, что указанное разрешение выдается конкретному физическому лицу и возможность его передачи новому лицу не предусмотрена. Конституция Российской Федерации гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, статья 69. Гарантируя данное право, Конституция Российской Федерации ориентирует на международный стандарт этих прав, что согласуется с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. Согласно статье 29 Международного пакта о гражданских политических правах от 1966 года, в тех странах, где существуют этнические, религиозные, языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами этой же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию, исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком. В статье 1 Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих национальным или этническим религиозным языковым меньшинствам от 1992 года установлено, что государство охраняет на их соответствующих территориях существование и самобытность национальных или этнических, культурных, религиозных, языковых меньшинств и поощряет создание условий для развития этой самобытности. Ратифицирована Российской Федерацией конвенция о биологическом разнообразии от 1992 года, признавая большую зависимость многих местных общин и коренного населения от биологических ресурсов, ориентирует каждое государство участников в соответствии со своим национальным законодательством создавать условия и обеспечивать уважение, сохранение и поддержание знаний, нововведений, практики коренных и местных общин, отражающих традиционный образ жизни, который имеет значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, способствует их более широкому применению. Статья 8. Сохраняет и поощряет традиционные способы использования биологических ресурсов в соответствии со сложившимися культурными обычаями, которые совместимы с требованием сохранения или устойчивого использования. Статья 10. Согласно принципу 22 Декларации Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию коренной населения и его общины, призваны играть жизненную важную роль в рациональном использовании и улучшении окружающей среды с учетом их знаний и традиционной практики. Государцы должны признавать и должным образом поддерживать их самобытность, культуру, интересы, обеспечивать их эффективное участие в достижении устойчивого развития. В Декларации Организации Организации Объединенных Народов провозглашено, что коренные народы имеют право на свободное занятие своей традиционной и другой экономической деятельностью, а также имеют право на земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владели, которые они традиционно занимали или иным образом использовали и приобретали 20-26 статьи. Обязательства Российской Федерации обеспечить полное уважение в осуществлении прав коренных народов на сохранение традиционного образа жизни, включая занятия охоты, рыболовством, оленеводством, в соответствии с их традициями и обычаями в рамках принципа устойчивого управления ресурсами международных обязательств, подтверждены в частности в Декларации по итогам встречи глав правительств стран Евро-Арктического региона 2013 год. Традиционный образ жизни малочисленных народов, под которыми понимается исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный на историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной социальной организации проживания, самобытной культуры, сохранении обычаев и верований. Пункт 2 статьи 1 Федерального закона 30 апреля 1999 года, номер 82 о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации и традиционное природопользование малочисленных народов, являющиеся исторически сложившимся и обеспечивающими нестащительное природопользование способом использования объектов животного, растительного мира, других природных ресурсов малочисленных народами, обзац 3 статьи 1 Федерального закона от 7 мая 2001 года, номер 49 о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Север, Сибирь и Дальний Восток в Российской Федерации. Прилежат охране со стороны государства в силу положения статьи 72 пункта Б, части 1 Конституции Российской Федерации, согласно которой в совместном ведении Российской Федерации субъектов Российской Федерации находится защита прав национальных меньшинств. Данный вывод корреспондирует выраженный Конституционным судом Российской Федерации правовой позиции о том, что определяя федеративное устройство Российской Федерации и провозглашая равноправие и самоопределение народов Российской Федерации как необходимую основу такого устройства, Конституция Российской Федерации возлагает на государство с учетом установленного ей разграничения предметов введения между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации обязанства регулирования защиты прав национальных меньшинств, включая коренные и малочисленные народы, и предопределяет характер такого регулирования в процессе формирования правовых механизмов обеспечения прав национальных меньшинств. При этом необходимо также учитывать, что введение малочисленными народами традиционного образа жизни и осуществление ими традиционного природопользования имеет свою цель в обеспечении существования малочисленных народов, сохранение их самобытной культуры, этнических традиций, осуществление лицами, относящимся к малочисленным народам своих прав, связанных с введением традиционного образа жизни и осуществлением традиционного природопользования, непосредственно связан с реализацией этими лицами ряда своих конституционных прав, включая право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности, профессию, в связи с чем в силу положения статьи 18 Конституции Российской Федерации права малочисленных народов на введение традиционного образа жизни, осуществление традиционного природопользования является непосредственно действующими, должны определять смысл содержания и применения законов. В целях реализации указанных положений Конституции Российской Федерации, исходя из необходимости гарантировать права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации на традиционную жизнь и традиционную природопользование Федеральной Закона 24 апреля 1995 года номер 52 о животном мире предусматривает, что лица, относящиеся к малочисленным народам наряду с общими правами граждан в области охраны и использования животного мира в сохранении и восстановлении среды его обитания наделяются особыми правами, статья 9, в число которых данный федеральный закон относит право на применение традиционных методов добычи объектов животного мира и продуктов их жизнедеятельности, которые могут осуществляться гражданами как индивидуально, так и коллективно посредством создания объединений на различной основе семейной, родовой, территориально-хозяйственной общины, союза охотников, собирателей, рыболов, статья 48. В развитии данных положений в Федеральном Закон 209 предусматривает такой вид охоты, как охота в целях обеспечения и ведения традиционного образа жизни, осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, пункт 7, часть 1, статьи 12, и определяет, что охота в указанных целях осуществляется свободно, без каких-либо разрешений, в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимых для удовлетворения личного потребления, часть 2, статьи 19, устанавливает, что данный вид охоты может осуществляться как лицами, относящимися к малочисленным народам, так и к их общинам, часть 1, статьи 19, под которой понимаются формы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным народам и объединениям, объединяемых по кровнородственному семья-род или территориально-соседскому принципам, создаваемые в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и культуры. Обзац 4, стадия 1 Федерального Закона от 20 июля 2000 года, номер 104, об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера и Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Пункт 4, стадия 1 Федерального Закона о гарантии прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, стадия 123 Прим. 16 Гражданского кодекса Российской Федерации. Из-за моих связанных положений частей 1 и 2 ст. 19 Федерального Закона 209, и учитывая, что в части 2 данной статьи не конкретизируется, что охота осуществляется свободно только в индивидуальной форме, следует, что охота может осуществляться свободно как отдельными лицами, относящимися к малочисленным народам, так и общинам таких лиц в коллективной форме. Вместе с тем, поскольку не все члены общины малочисленных народов в силу различных причин, в том числе и в силу возраста, способны осуществлять охоту, то есть являться охотниками, для чего требуется иметь охотничий билет, разрешение на ношение и хранение охотничьего оружия, полагаем, что допустимо осуществление охоты в интересах общины отдельными ее членами, являющимися охотниками. При этом возможность коренных народов определять обязанности отдельных лиц по отношению к их общин прямо предусмотрена Декларацией Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, статья 35. Однако в случае осуществления охоты лицами, относящимися к малочисленным народам, для нужд соответствующей общины объем добычи охотничьих ресурсов, необходимого для удовлетворения личного предупреждения, не может быть ограничен только лицом, непосредственно осуществляющим охоту, поскольку охотничьи ресурсы добываются для всех членов общины. Иное толкование положения статьи 19 федерального закона, по нашему мнению, не турб идет в разрез с буквально смыслом ее положения, но также не отвечает приведенным конституционным положениям и нормам международного права, положением законодательства о гарантиях прав коренных малочисленных народов и законодательства о животном мире, не соответствует конституционным требованиям справедливости, а с учетом того, что общины малочисленных народов могут создаваться, в том числе по кровно родственному признаку, не соотносится с конституционными положениями, устанавливающими обязанности трудоспособных детей, заботится о нетрудоспособных родителей. В связи с изложенным, каких-либо противоречий положении статьи 19 федерального закона Конституции Российской Федерации не усматривается. Согласно неоднократно выраженной Конституционным судом Российской Федерации правовой позиции, в судебной практике должны обеспечиваться конституционные столкования подлежащих применению нормативных положений в тех случаях, когда в судебной практике допускается придание тем или иным законоположениям нормативно-правового смысла, влекущего нарушение реализуемых на их основе конституционных прав. Возникает вопрос о соответствии этих законоположений Конституции Российской Федерации, которые подлежат разрешению Конституционным судом Российской Федерации с тем, чтобы исключить их применение и оттолкование значений противоречиям Конституционным нормам. В связи с сложным Государственным Думой Федерального Собрания Российской Федерации полагают, что оспариваемый заявителем статьи положений 19 федерального закона об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации не нарушает его Конституционных прав и в полной мере соответствует Конституции Российской Федерации. Вместе с тем, уважаемый Высокий суд, с учетом практики применения судами данной нормы в деле заявителя полагаем целесообразное выявление Конституционно-правового смысла оспариваемой нормы статьи 19 федерального закона об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Спасибо. Спасибо, Мария Павловна. Важаемый Андрей Александрович, прошу вас. Спасибо. Уважаемый суд, уважаемые стороны, уважаемый заявитель, Геннадий Кириллович действительно человек, который известен очень в Красноярском крае, на Таймыре, как человек, который действительно заботится об интересах коренных малочисленных народов, обладает очень большим авторитетом, поэтому я отдельно хочу его поприветствовать, сказать, что, безусловно, рассмотрение сегодняшнее в Конституционном суде вот этого дела является очень важным. Уважаемый суд, мы направили позицию Совета Федерации, она есть в материалах дела. Я коротко на отдельных тезисах ее остановлюсь и потом еще несколько слов добавлю, с учетом обсуждения, которое уже идет сегодня в суде. Итак, оспариваемая заявителем статья 19 федерального закона закрепляет гарантии осуществления охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни. Я это должен подчеркнуть здесь. И осуществление традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. При этом указанный вид охоты должен осуществляться только ограниченным кругом субъектов, свободно, в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимых для удовлетворения личного потребления. Определение условий осуществления охоты федеральный закон относит к компетенции федеральных и региональных органов исполнительной власти. И пунктом 11 правил охоты, утвержденных приказом Минприроды 512-2010 года, устанавливается, что охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется лицами, относящимся к коренным малочисленным народам и их общинами в объеме добычи охотничьих животных, необходимых для удовлетворения личного потребления. Принимая во внимание, что данные положения предполагают возможность осуществления охоты без каких-либо разрешений, не только указанными лицами, но и их общинами, полагаем, что члены общины вправе предоставить право на добычу охотничьих ресурсов в пределах нормативно установленных лимитов другим членам общины. На основании частей 3 и 4 статьи 24 федерального закона лимит добычи охотничьих ресурсов утверждается для каждого субъекта Российской Федерации высшим должноценным лицом субъекта Российской Федерации и постановлением правительства Красноярского края от 25 сентября 2008 года 103-п установлены лимиты использования объектов животного мира для удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных народов из расчета на одного человека и на один календарный год. Это 8 голов оленей. В соответствии со статьей 2 федерального закона об охоте одним из принципов правового регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов является учет интересов населения, для которого охота является основой существования. Я тоже хочу отдельно это подчеркнуть. В этих целях законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнительные социальные гарантии, учитывающие рациональную добычу отдельных лимитированных ресурсов. Например, при наличии несовершеннолетних детей может быть установлена дополнительная квота на добычу охотничьих ресурсов. И учитывая изложенное, полагаем, что положение статьи 19 федерального закона об охоте не препятствует возможности передачи права на добычу охотничьих ресурсов в пределах нормативно установленных лимитов, рассчитанных исходя из количества членов общины, лицу, который относится к коренным малочисленным народам, является членом общины в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности. С учетом этого оспариваемое положение статьи 19 федерального закона об охоте соответствует статьям 7 части 1, 2, 38 части 1, 2, 46 часть 1, 55 часть 2 и 69 Конституции Российской Федерации. Ну, это первое, да? Что еще я должен сказать, уважаемый суд? Вот, опять же, конечно, очень хочется поддержать Геннадия Кирилловича, ну, потому что, по сути, если разбирать тот вопрос, который он ставит, а вправе ли передавать известное право, я считаю, что вправе. Ну, давайте посмотрим, а 19-я это статья, вот, три ее части. Где-то препятствует такой передаче? Нет, мало того, здесь же предусмотрено, что это право охоты в целях обеспечения традиционного образа жизни предоставляется и коренным малочисленным народам, но и лицам, которые не относятся к указанным народам, ну, вот что очень важно, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и ведения традиционной хозяйственной деятельности. Вот, я когда думал, а почему, собственно, 19-я статья, вот что в ней-то не устраивает? А мне кажется, вот этот момент все-таки немного смущает наших заявителей. Сколько этого оленя нужно реально для того, чтобы обеспечить традиционный уклад жизни? Вот Сергей Михайлович спрашивал. Конечно, здесь есть неопределенность, ну, потому что когда рассчитывают на год лимиты, сколько голов необходимо, ну, например, грудных детей не считают. С этим коренные малочисленные народы не согласны. И, кстати говоря, нормативные акты дают нам, ну, пусть косвенно, указания на то, что при наличии таких грудных детей, там, малолетних и так далее, могут какие-то дополнительные лимиты выдаваться. Это первое. Второе. Разрешено ли реализация продуктов охоты? Ну, для того, чтобы обеспечить те нужды, ну, о которых совершенно справедливо говорил наш уважаемый заявитель. Лекарства, топливо и так далее. Ну, разрешено, четко, совершенно. Часть третья, статья 19, также разрешает реализацию для того, чтобы удовлетворить объективно необходимые потребности. Это тоже совершенно очевидно. Я дальше, вот, пытаюсь понять, есть ли неопределенность. Я считаю, что есть. Вот мы предоставили судье докладчику, мы направили в декабре месяце позицию нашу. Я, когда уже дело было назначено, в ходе подготовки к сегодняшнему заседанию, я запросил позицию комитетов наших. Это относится к компетенции двух комитетов. Первое – это комитет по природным ресурсам, безусловно. И вот получил от них позицию, буквально не так давно. Я готов ее суду предоставить, если суд посчитает это необходимым. Вот процитирую один вывод. В связи с этим, ну, излагая, как бы, фабулу тут дела, комитет мне пишет, за подписью председателя комитета майора, в связи с этим заявителям обоснованно ставится вопрос о возможности реального получения соответствующих социальных гарантий всеми членами общины, в частности теми, кто в силу своего малолетнего или иного состояния не может реализовать свое право. Комитет с этим согласен. По сути, комитет по природным ресурсам. Другой комитет, который в свете федерации отвечает за данную сферу. Комитет по местному самоуправлению, крайний север и в том числе коренные малочисленные народы. Тоже цитирую один вывод. Сказанное выше дает основания полагать, что право на осуществление охоты, установленное статьей 19 закона, является личным и не может быть делегировано другому лицу. То есть неопределенность, но совершенно очевидна. Поэтому, когда наши коллеги, в том числе в Государственной Думе, говорят, что есть определенные проблемы, я согласен с этим. Уполномоченный по правам человека есть в материалах дела не только позиция самого полномоченного, но который совершенно явно выражает поддержку позиций заявителя в данном случае. Есть, как мне показалось, достаточно интересный материал, статья профессора высшей школы экономики, очень компетентный, интересный разбор. И здесь, уважаемый суд, я хотел бы сказать следующее. Что, конечно, неопределенность есть, но в чем она состоит? Вот что такое член общины? Я, как сенатор и представитель Красноярского края, я хорошо понимаю, в чем там проблема состоит. И Геннадий Кириллович, я думаю, это хорошо понимает. Но в члены общины не нужно включать жителей Дудинки, в том числе работников бюджетной сферы, учителей, врачей, социальных работников, сотрудников администрации, представителей органов внутренних дел и рассчитывать на них эти лимиты. Ведь если посмотреть диспозицию статьи 19, там четко понятно, что речь, уважаемые судьи, идет о тех, кто проживает в тундре и ведет традиционный образ жизни. Вот исходя из этого, в этом причина тех конфликтов, может быть, это не так неявно из этих документов, но причина в этом. А как определить состав этой общины? Ведь 19 статья закона об охоте, но она ведь это закон не о коренных малочисленных, там эта статья специальная, там есть в этом законе. И она как раз говорит о правильной охоте и определяет эти правила в целях ведения традиционного образа жизни коренными малочисленными и так далее. В этом проблема и в этом неопределенность закона. Ну, законодательство даже, не закона. А кого включить в состав этой общины? А как правильно рассчитать эти лимиты для того, чтобы ресурсы природные сохранить? Тут, конечно, Геннадий Киллович прав. Наверное, никто лучше, чем коренные малочисленные народы и вообще люди, проживающие в тундре, не будут заботиться о благосостоянии окружающей среды, о поголовье и так далее. Сейчас хорошая ситуация с оленем в тундре, оленя достаточно, и, конечно, там не 800, не 1000 не погубит эту популяцию. У нас нет сейчас, так, государство не ведет отстрел, как ранее, когда там Норильский комбинат забивал десятки тысяч оленей для того, чтобы кормить рабочих. Сейчас этого нет, и действительно олень добывается, но не в таком большом объеме, как это было раньше или как возможно. Контроль за популяцией осуществляется. Красноярский край, безусловно, за этим следит. И правительство, рассчитывая необходимые нормативы, все это учитывает. Абсолютно Геннадий Кириллович в этом прав. Поэтому неопределенность в законе есть. На мой взгляд, при этом 19-я статья, она в должной мере защищает права тех лиц, которые проживают в тундре, тех лиц, которые ведут традиционный образ жизни. И для ведения данного традиционного образа жизни, эта статья устанавливает все необходимые правила охоты без разрешения, как говорится, в диспозиции части 2-й и так далее. Поэтому проблема есть. Но говорить о том, что мы услышали аргументы о неконституционности положения 19-й статьи, которые бы нарушали права заявителя, я таких аргументов, честно говоря, не вижу. При этом я считаю, что, конечно, заявитель прав. Право на передачу должно существовать. Мы объективно, прекрасно с вами должны понимать, что вот 400 километров до стойбища, где проживала семья Геннадия Кирилловича, но площадь, это не самое дальнее расстояние. Конечно, они не могут, представители коренных малочисленных, да и вообще те, кто проживают в тундре и ведут этот образ жизни, постоянно летать за разного рода разрешениями, лицензиями и так далее в Дудинку, это невозможно. Площадь Таймыра, уважаемый суд, чуть меньше 900 тысяч квадратных километров. И, конечно, когда 19-ю статью писали, прекрасно понимали, когда вели речь о людях, которые проживают на подобных территориях. У нас слева Ямал, тоже с огромной территорией и так далее. Чуть далее там Чукотка, Якутия. Поэтому, уважаемый суд, я считаю, что положение 19-й статьи, если исходить из заявления, которое мы получили от Геннадия Кирилловича в данном случае, положение 19-й статьи, как они применены судами, нарушают его право. Но о неконституционности данной статьи речи идти не может. И я, скорее, соглашусь с моей коллегой из Государственной Думы. Да, правовая неопределенность есть, но конституционно-правовой смысл, на мой взгляд, этой статьи совершенно очевиден. И я еще раз хочу подчеркнуть наш вывод, что при всем при том, что, безусловно, я считаю, что права в данном случае Геннадия Кирилловича были нарушены тем, что он был осужден. И по нереабилитирующим основаниям пусть дело было по амнести прекращено. Положение статьи 19-й федеральной закона об охоте к конституции соответствует. Спасибо. Спасибо, Олег Александрович. Уважаемый Михаил Валентинович, прошу вас. Спасибо, уважаемый Олег Дмитриевич. Глубоко уважаемый высокий суд. Поводом к рассмотрению конституционным судом настоящего дела послужила жалоба гражданина Щукина Геннадия Кирилловича, в которой заявителям оспаривается статья 19-го федерального закона об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Согласно оспариваемому законоположению, охота в целях обеспечения и ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и их общинами, а также лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, и для которых охота является основой существования. Охота в целях обеспечения и ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно, без каких-либо разрешений, в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимым для удовлетворения личного потребления. Помимо этого, часть третьей оспариваемой статьи закона об охоте содержит правило о том, что продукция охота, полученная при осуществлении охоты в целях обеспечения и ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, используется для личного потребления или реализуется организацией, осуществляющим деятельность по закупке продукции охоты. Как следует из материала в дело, при вынесении приговора в отношении Геннадия Кирилловича Щукина, суды исходили из того, что члены общины коренных малочисленных народов не вправе делегировать охотнику, представителю общины, право на отстрел дикого северного оленя в пределах установленной для члена общины квоты 8 оленей на человека на один календарный год. В связи с этим заявитель считает, что статья 19 закона об охоте противоречит статьям 7, 38, 46, 55 и 69 Конституции Российской Федерации, поскольку по смыслу придаваемым ей правоприменительной практикой, она предполагает, что в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, право каждого члена семейной родовой общины на осуществление свободной охоты реализуется им лично и тем самым исключается делегирование права на добычу охотничьих ресурсов объектов животного мира одному или нескольким охотникам в пределах нормативно установленных лимитов, рассчитанных исходя из количества членов общины. По существу, поставленному заявительным вопросом, полагаю, необходимо отметить, что обозначенный в жалобе вопрос, безусловно, заслуживает внимание Конституционного Суда Российской Федерации, так как находится в плоскости поиска справедливого баланса между находящимися под защитой Конституции Российской Федерации природными ресурсами, обязанностью каждого бережно относиться к природным богатствам и гарантированным правами коренных малочисленных народов, согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и международными договорами Российской Федерации. При всей конституционной значимости рассматриваемого юридического вопроса, по нашему мнению, жалобы Геннадия Кирилловича фактически сводятся к обсуждению предположения о необходимости внесения в статью 19 закона об охоте изменений, целесообразных с точки зрения заявителя. Между тем, по буквальному смыслу действующего права регулирования, право на добычу в рамках установленной квоты объектов животного мира, охотничьих ресурсов, приобретает лицо из числа коренных малочисленных народов и имеющие статус охотника. Из такого понимания исходит и правоприменительная практика, что подтверждается судебными актами по делу заявителя. В то же время, отраженная в жалобе логика в контексте политико-правовой составляющей данного вопроса не лишена нормативных и разумных оснований всего следующего. Согласно Конституции Российской Федерации, ее статье 69, Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся защита прав и свобод человека и гражданина, защита прав национальных меньшинств, природа пользования, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей. Как отмечал Конституционный суд Российской Федерации в постановлении 3 марта 2004 года, определяя федеративное устройство Российской Федерации, провозглашая равноправие и самоопределение народов Российской Федерации как необходимую основу такого устройства, Конституция Российской Федерации возлагает на государство, с учетом установленного ею разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, обязанность по регулированию и защите прав национальных меньшинств, включая коренные и малочисленные народы, и предопределяет характер такого регулирования в процессе формирования правых механизмов обеспечения прав этих народов. Отсюда следует, что применительно коренным малочисленным народам, которые, как и любые национальные меньшинства, объективно обладают меньшими возможностями для самовыражения и отстаивания своих прав и интересов, это предполагает создание преимуществ, гарантирующих достижение реального равенства прав и законных интересов данных народов с основными правами и свободами человека и гражданина, а также механизмов реализации таких преимуществ. Конституционный суд Российской Федерации ранее обращал внимание на то, что территориальные масштабы Российской Федерации и ее географическое положение предопределяют необходимость учета при формировании социально-экономической политики государства, природно-климатических особенностей тех или иных регионов с тем, чтобы обеспечить их устойчивое развитие, создать благоприятные условия для эффективной хозяйственной деятельности, рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей природной среды и в конечном счете обеспечить достойную жизнь проживающим на их территории гражданам на основе принципов равенства и социальной справедливости. Постановление от 7 декабря 2017 года. Из приведенной позиции также следует, что в число адресатов указанных принципов праворегулирования в равной мере попадают и лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Применительно к обсуждаемому по настоящему делу вопросу из названной правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, можно сделать также вывод о том, что юридическая характеристика положения части 2 статьи 19 закона об охоте в системе законодательного регулирования обладает, на наш взгляд, не характером социальной льготы, на чем настаивает свои жалобы заявители, а по существу зафиксированным на нормативной форме естественным правом исконно проживающих на территориях Севера Сибири и Дальнего Востока России коренных малочисленных народов. В концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации 4 февраля 2009 года, необходимость формирования особой государственной политики для цели устойчивого развития народов Севера, системные меры по сохранению самобытной культуры, традиционного образа жизни и исконной среды обитания, обосновывается сложными природно-климатическими условиями их проживания, уязвимостью традиционного образа жизни и малочисленностью. Еще со времен становления советской государственности эта категория населения была выделена как самостоятельный объект национальной политики на основании следующих критериев. Проживание в северных широтах, малая численность, наличие традиционных занятий как основы жизнедеятельности, оленеводство, охоты, рыболовство, морской и зверобойный промысел, традиционный быт, кочевание, полуоседливый образ жизни, а также низкий уровень социально-экономического развития. Федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ, принятый в 1999 году, устанавливает право основы гарантии самобытного социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов РФ в защиту их исконной среды обитания, традиционных образов жизни, хозяйственной деятельности и промыслов. Согласно нормативному определению, содержащему в статье 1 названного закона, под коренными малочисленными народами Российской Федерации понимаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Отсюда следует, что отнесение народа к коренным малочисленным зависит от объективных признаков сохранения традиционного образа жизни, занятия традиционными формами хозяйствования, то есть принадлежность этноса к коренному малочисленному народу основана прежде всего на образе жизни. В соответствии с федеральным законом о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, по традиционным образом жизни малочисленных народов понимается исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный на историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной социальной организации проживания, самобытной культуры, сохранении обычаев и верований. К исконной среде их обитания относится исторически сложившийся ареал, в пределах которого малочисленные народы осуществляют культурную бытовую жизнедеятельность. Ареал влияет на их самоидентификацию, образ жизни. На севере, в Сибири и Дальнем Востоке охота, рыболовство и оленеводство относятся к одним из основных традиционных занятий, проживающих там представителей малочисленных этносов и представителей других национальностей, проживающих на территории с коренными малочисленными народами. Зачастую для народов Севера данные виды промыслов – единственный источник их пропитания. Также художественные промыслы и народные ремесла коренных народов во многом связаны с обработкой меха, кожи, кости и других материалов. Можно констатировать, что в настоящее время законодательством предусмотрены специальные права, которыми наделяются коренные малочисленные народы, исходя не столько из признаков этнической принадлежности, сколько учитывается принадлежность к числу лиц, которые населяют определенные места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и занимаются традиционной хозяйственной деятельностью и традиционными промыслами. В связи с этим правительством Российской Федерации утвержден перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечень видов их традиционной хозяйственной деятельности, в которой включена промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции. Это распоряжение правительства от 8 мая 2009 года. Вне этих списков и территорий малочисленные народы обладают обычным наравне с гражданами Российской Федерации объемом прав. Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации утверждается правительством Российской Федерации по представлению органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых проживают эти народы. Из 47 национальностей, отнесенных постановлением правительства от 24 марта 2000 года к коренным малочисленным народам Российской Федерации, в Красноярском крае всероссийская перепись населения 2010 года зафиксировала 39. В соответствии с перечнем коренных малочисленных народов Северо-Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденных распоряжением правительства от 17 апреля 2006 года к коренным малочисленным народам Севера отнесены 40 народов, проживающих в 28 субъектах Российской Федерации. По информации, размещенной на сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике ТВА, всего, согласно переписи по Красноярскому краю, учтено 16 735 представителей коренных малочисленных народов. Наиболее многочисленные из них долганы – 5810 человек, эленки – 40372, ненцы – 3633, кеты – 957, ганасы – 807 человек. В местах компактного проживания коренных малочисленных народов проживают 16 226 представителей этих народов. В соответствии со статьей 49 Федерального закона о животном мире, коренные малочисленные народы Российской Федерации и их объединения являются субъектами права на приоритетное пользование животным миром, которым обладают на территориях традиционного расселения, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. Право на приоритетное пользование животным миром включает в себя льготы в отношении сроков и районов добывания объектов животного мира. полового возрастного состава и количества добываемых объектов животного мира, а также продуктов их жизнедеятельности. Переуступка права на приоритетное пользование животным миром гражданам и юридическим лицам, не являющимся субъектами этого права, запрещена. Особый правовой статус коренных малочисленных народов обусловлен прежде всего тем, что такие народы, помимо того, что они малочисленны, проживают в экстремальных климатических условиях, оказывающих негативное воздействие на организм людей. Трудовая деятельность этих народов традиционных и практически единственно возможных для них областях хозяйственные существенно и постоянно затрудняется сокращением находящихся в вырослых распоряжений и являющихся источником их существования природных ресурсов. Отчего проблема сохранения традиционного образа жизни, форм хозяйственных видов промыслов этих народов потребовала законодательного закрепления за ними государственных преференций. В связи с этим необходимость последующей содержательной нормативной регламентации указанного естественного права коренных малочисленных народов, как представляется, обусловлена прежде всего конституционным положением о защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей, что относится к вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. В связи с этим, по нашему мнению, поводом для обращения заявителя в Конституционный суд жалобы могло бы стать несовершенствово пробильность регионального законодательства, которое в силу вышеназванных конституционных предписаний также регулирует вопросы защиты прав коренных малочисленных народов в сфере охоты. Например, законы Красноярского края о регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов в Красноярском крае. О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края. Основу правовых гарантий коренных малочисленных народов севера Красноярского края. Однако, как следует из жалобы, юридическая заинтересованность заявителя сводится исключительно к необходимости конституционной проверки именно положения федерального законодательства, носящего в данном случае с точки зрения федеративного устройства России рамочный характер, а потому неизбежно требующего детализации на уровне законодательства субъектов федерации. Тем не менее, учитывая, что участниками регулирования отношений в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов являются в том числе физические лица, как говорится в статье 5 закона об охоте, или граждане, которые признаются потенциальными пользователями объектов животного мира, в том числе и отнесенных к объектам охоты, как говорится в статье 1 федерального закона о животном мире. В силу этого фактическая возможность в реализации положения части 2 ст. 19 закона об охоте, исключительно в зависимости от наличия указанных в ее части 1 лиц статуса охотника, по сути обрекала лиц, не соответствующих формальным требованиям для приобретения официального статуса охотника, на утрату возможности реализации указанного естественного права. Тем самым предписания части 2 ст. 19 закона об охоте приобретали бы явно декларативный, а значит ограничительный по субъекту регулирования характер. Более того, противоположный подход не согласовывался бы с закрепленным в статье 2 закона об охоте принципом учета интересов населения, для которого охота является основой существования, в том числе коренных малочисленных народов Северо-Сибири и Дальнего Востока России. В развитии данного принципа ст. 12 закона об охоте устанавливают специальный вид охоты, охота в целях обеспечения и ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Северо-Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Как указывается в ст. 1 федерального закона о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Северо-Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Обычаи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, традиционно сложившиеся и широко применяемые коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока, правила ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни. В статье 48 Федерального закона о животном мире закрепляется положение, что граждане Российской Федерации, чье существование и доходы полностью или частично основаны на традиционных системах жизнеобеспечения их предков, включая охоту и собирательство, имеют право на применение традиционных методов добычи объектов животного мира и продуктов их жизнедеятельности, если такие методы прямо или косвенно не ведут к снижению биологического разнообразия, не сокращают численности устойчивого воспроизводства объектов животного мира, не нарушают среду их обитания и не представляют опасности для человека. Это право указанные граждане могут осуществлять как индивидуально, так и коллективно, создавая объединения на различной основе – семейные, родовые, территориально-хозяйственные общины, союзы охотников, собирателей, рыболовов и иные. Субъектом права на данный вид традиционной охоты, в соответствии с статьей 19 закона об охоте, признается в том числе община коренных малочисленных народов. В соответствии с федеральным законом номер 104 об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Общины малочисленных народов – это форма самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным народам и объединяемых по кровно-родственному семья-род или территориально-соседскому признакам, создаваемая в соответствии с национальными, историческими, культурными традициями коренных малочисленных народов в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образов жизни, хозяйственных, промыслов и культуры. Организация и деятельность общин малочисленных народов основывается на принципах свободы в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. В соответствии с уставом община может распределять между членами доходы от реализации излишков продуктов традиционного хозяйствования и изделий традиционных промыслов. Община может привлекать работников, в том числе членов общины, по трудовым и гражданскоправым договорам. Из признания общины с субъектом права вытекает возможность ее членов использовать преимущество данной формы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным народам, при осуществлении традиционной охоты, которая осуществляется свободно, без каких-либо разрешений, в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимым для удовлетворения личного потребления, как их естественное право. В силу предписаний части 3 статьи 19 Федерального закона об охоте, традиционная охота может осуществляться не только для пропитания, но и для заработка в целях материального обеспечения семьи и общины. Принимая во внимание, что ведение традиционного образа жизни и осуществление традиционной хозяйственной деятельности лицами, относящимися к коренным малочисленным народам, строится на принципах разделения труда внутри их семей и общин, то передача прав на добычу охотничьих ресурсов от одних членов семьи общины другим вполне обоснована и отвечает целевому назначению данного вида традиционной охоты. Установленные правительством Красноярского края лимиты использования объектов животного мира для удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются основой существования, ведутся из расчета на одного человека в год, но не на охотника. Здесь следует уточнить, что названный региональный нормативный акт, принятый в соответствии со статьей 333 со значком 2 Налогового кодекса Российской Федерации, определяющий объекты обложения сбором за пользование объектами животного мира, устанавливает лимиты добычи для таймырского и долгана немецкого района 8 особей дикого северного оленя для одного человека в год. То есть не вообще лимиты добычи, а только те, в отношении которых сбор не уплачивается. Дополнительно к сказанному, считаем, необходимо обратить внимание Конституционного суда Российской Федерации на следующее. По нашему мнению, затрагивая в жалобе вопрос, не может исчерпываться исключительно изолированной юридической оценкой положения федерального закона об охоте, так как уже давно имеется насущная потребность в проведении последующей системной законодательной работы по соотнесению данного закона с положениями главы 25 со значком 1 Налогового кодекса Российской Федерации о льготах и лимитах в отношении сборов за пользование объектами животного мира. Статья 333 с значком 2. Помимо этого, имеется также необходимость синхронизации закона об охоте с положениями федерального закона о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации в части пересмотра закрепленной возможности коренных малочисленных народов осуществлять промысловую охоту, которая в свою очередь, согласно закону об охоте, по сути носит предпринимательский характер. Принимая во внимание изложенное, а также в силу многонационального и социального характера нашего государства, нельзя исключить как таковую возможность лиц, относящихся к числу коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, поручать лицам из их числа, но имеющим статус охотника, совершать фактические действия по отстрелу охотничьих ресурсов. При этом имущественные права на добытые объекты животного мира возникают исключительно у обладателей, указанного в части 2 статьи 19 закона об охоте естественного права, то есть у тех лиц, для которых охота исторически являлась и является основой их существования. В заключении нельзя не упомянуть, что к числу приоритетных задач государственной национальной политики Российской Федерации относится сохранение этнокультурного многообразия Российской Федерации, соблюдение прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента Российской Федерации 19 декабря 2012 года, среди основных принципов государственной национальной политики, провозглашает защиту прав и законных интересов коренных малочисленных народов Российской Федерации, включая устойчивое экономическое, социальное и культурное развитие, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни этих народов. На основании вышесказанного полагаю, что оспариваемая статья 19 Федерального закона об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Конституции Российской Федерации не противоречат, поскольку закрепленное ею положение направлено в защиту прав коренных малочисленных народов и обеспечение гарантии защиты и сохранения исконной среды обитания и традиционного образа жизни этих народов. Существующая в правоименительной практике коллизия может быть устранена путем устранения пробельности правового регулирования на региональном уровне. Спасибо, Михаил Валентинович. Сейчас 12 часов и сколько? 5 минут. Таким образом мы начнем работу после перерыва в 12.35. Вот видите, как у нас тепло, потому что окно к Богу идет. Значит, Михаил Валентинович у нас выступил. Какие у вас, уважаемые представители, есть вопросы к выступавшим представителям другой стороны? Есть, да? Пожалуйста. У меня вопрос к уважаемому Михаилу Валентиновичу. Михаил Валентинович, все представители законодателя, ну в том числе и вы, поддержали возможность положительного истолкования данной нормы. Поэтому мой вопрос, наверное, он в большей степени как к единомышленнику, а не как к оппоненту. Вопрос заключается в том, он уже здесь поднимался, как с точки зрения законодателя, как законодатель видит эту ситуацию, если общины относятся к субъектам права традиционной охоты, то в каких формах они могут реализовывать это право? Как было в деле заявителя посредством уполномоченного охотника? Либо с точки зрения законодателя существуют какие-то еще формы дополнительные? Уважаемый Владимир Сергеевич, я хочу напомнить, что, да, действительно, мы все подтвердили, что возможность передачи существует уполномоченному охотнику, как вы называете. Но вопрос заключается в том, что кто является членом общины, лицо, которое относится к коренным народам или не относится, но проживает и ведет соответствующий образ жизни. Это первый момент, который должен быть ограничен. А какие еще формы законодательства могут быть? Ну, например, законодатель для определенных регионов снижает возраст для получения разрешения на владение огнестрельным оружием. В соответствующих районах Крайнего Севера с 14 лет имеют право на владение огнестрельным оружием. И еще один вопрос, если можно. Михаил Валентинович, если все-таки уйти от модели с общинами, и если, допустим, семья коренных малочистых народов проживает сама по себе, в таком случае, каким образом можно реализовать право на традиционную охоту за других членов семьи, ну, допустим, отцом семейства? Может ли он это делать только на основании общих семейных принципов? Либо здесь требуются еще какие-то дополнительные условия? Совсем понимаю, о каких дополнительных условиях идет речь? Если община не создается, лица, проживающие вне состава общины, каким образом они могут реализовать право на традиционную охоту? Если мы говорим про членов одной семьи, например, ребенок и отец. Лично? Да, а как еще? Вы имеете в виду, можно ли нанимать профессионального охотника? Нет, я имею в виду, требуется ли при этом какой-либо документ. Законишь, написано, без разрешения, без оформления. Хорошо, ладно, спасибо, нет вопросов. Нет больше вопросов. Уважаемые судьи, прошу вас, пожалуйста, кто? Юрий Дмитриевич Рудкин. Спасибо, Валерий Дмитриевич. У меня вопрос к уважаемому Андрею Александровичу. Андрей Александрович, вы в своем выступлении сказали, что неопределенность статьи 19-го спаревого закона усматривается в том, что непонятно, кто же относится к членам общин. Но вот в связи с этим вопросом у нас все-таки действует федеральный закон об общих принципах организации общин кремных малочисленных народов в Сибири и Дальнего Востока. Там этот вопрос так или иначе решается. Да, я согласен абсолютно с вами, но понимаете вопрос. Вот практика образования, создания состава этих общин говорит о том, что достаточно важный, на мой взгляд, фактор – это именно проживание в районах традиционного природопользования, ну, грубо говоря, проживание в тундре в данном конкретном случае. Этот фактор игнорируется и в общину стараются включить представителей всех коренных малочисленных, которые проживают на территории муниципального района и так далее. Вот этот вопрос, возможно, требует с точки зрения закона об охоте, ну, какой-то дополнительного акцента и регламентации. В этом, как бы, я в этом смысле. Спать. Коллеги, еще кто желает задать вопрос? Константин Викторович, прошу вас. Андрей Александрович, я вас хочу спросить примерно в том же тематике. Но ведь, во-первых, в разбираемом случае речь не идет о том, что члены общины смешались с нечленами общины, и правонарушающий эффект, с которым вы согласны, наступил не в этой связи. Так вот, с чем вы все-таки связываете правонарушающий эффект, о котором вы, собственно, говорите? С тем, что норма дефектна в своем изложении, ее толкование является тенденциозным, и в нем выражено, ну, например, влечение к уголовной репрессии как к основному средству решения социальных проблем, или неуважение к правам человека. Вот какие обстоятельства, я уж не буду вам, собственно, прилагать варианты ответа, какие обстоятельства вы бы положили в объяснение, в обоснование этого правонарушающего эффекта, о котором вы говорите? Я считаю, что права заявителей Ощукина Геннадий Кирилловича нарушены, и считаю, что была неверно применена норма закона, она была неверно истолкована судами в данном случае. Константин Викторович, еще? Нет, не знаю, еще. Кто-то еще, коллеги? Можно я выставить? Сергей Михайлович, пожалуйста. Да. У меня любому из тех, кто захочет ответить на этот вопрос, вопрос такой, вот почему в постановлении правительства Красноярского края, которым устанавливаются лимиты объектов животного мира, ссылка на налоговый кодекс, и только на налоговый кодекс, и никакой ссылки на закон об охоте не содержится. Значит ли это, что никакие лимиты в соответствии со статьей 19 и 24, которая прямо говорит о лимитах, вообще не установлены? И лимиты, установленные правительством Красноярского края, имеет значение только с точки зрения налогообложения, а не количества отстрелов. Сергей Михайлович, вы совершенно правы. Исходили ровно из этого. Вы, к сожалению, правы, потому что исходили ровно из этого. Еще, коллеги, вопросы? Нет, не вижу. Тогда, с вашего позволения, мы движемся дальше. И, уважаемый, подождите минуточку. А где Михаил Юрьевич? Ну, я не помню ни одного раза, чтобы он после 12 задержался. Возникает вопрос, участвовал ли он в деле или нет. Нет, участвовал. Ну, присутствовал не участвует. Ну, отзыв правительства есть о том, что статья соответствует Конституции. Таким образом, спросить самого Михаила Юрьевича мы уже выслушать не будем. Иметь возможности. Пожалуйста, уважаемая Татьяна Александровна, прошу вас. Уважаемый высокий суд, уважаемые участники процесса, отзыв генеральной прокуратуры также имеется в материалах дела. И более того, там указано, что мы поручали провести дополнительную проверку, о результатах которой сообщу дополнительно в конце своего выступления. В начале выступления обращусь все-таки к нормам Конституции. Согласно статье 69 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. Защита исконной среды обитания и традиционный образ жизни малочисленных этнических общностей гарантируется статьей 72 Конституции и находится в совместном видении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Закрепляя федеративное устройство Российской Федерации, провозглашая равноправие и самоопределение народов Российской Федерации как необходимую основу такого устройства, Конституция Российской Федерации возлагает на государство с учетом установленного ее разграничения предметов и дни между Российской Федерацией и субъектами обязанность по регулированию и защите прав национальных меньшинств, Что содержится, эта правовая позиция сформулирована Конституционным судом в определении 9 марта 2017 года номер 462О, на который уже ссылались предыдущие выступающие. Уважаемый высокий суд, порядок ведения охоты регулируется федеральным законом об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, целью которого является не допустить бесконтрольное уничтожение диких животных. Коренные малочисленные народы осуществляют промысловую охоту на общих основаниях, а также имеют специальное право на охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, или, как сегодня говорят, традиционную охоту. Статья 19 закона, который оспаривает заявитель и определяет порядок осуществления права на традиционную охоту. Для осуществления этого права необходимо оформление охотничьего билета и в случае использования охотничьего оружия, на которое требуется разрешение в соответствии с законом об оружии, разрешение на оружие, в соответствии с порядком выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца формы охотничьего билета, утверждённые приказом Минприроды. При выдаче охотничьего билета лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири, Дальнего Востока, а также лицам, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, и для которых охота является основой существования, в нем проставляется отметка. Охота в цели обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимых для удовлетворения личного потребления. Таким образом, мы полагаем, что положение статьи 19 Федерального закона об охоте, которое носит рамочный характер, не противоречит положениям Конституции Российской Федерации, поскольку направлены на реализацию права коренных малочисленных народов на приоритетное пользование животным миром на территории традиционного расселения, в местах традиционного проживания, традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. Но можно ли сказать однозначно, что на сегодняшний день не существует проблемы? Проблема существует, и мы полагаем, что она должна быть конкретизирована законодателем. Вот, например, первое. Очевидно, что не все представители коренных малочисленных народов являются охотниками. Как уже сегодня говорилось, это престарелые, малолетние и несовершеннолетние. И могут добывать объекты животного мира самостоятельно. Кроме того, соответствующее право законам предоставлено не только самим лицам, относящимся к коренным малочисленным народам, но и их общинам. Согласно статье 1 федерального закона о общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, общинами малочисленных народов признаются формы самоорганизации элит, сносящихся к малочисленным народам и объединениям по их кровнородственному и территориально-соседскому признакам, создаваемых в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и культуры. В этой связи нам представляется, требует дополнительной регламентации вопрос о возможности и порядке делегирования права на добычу объектов животного мира от одних членов общины другим, являющихся охотниками. Вторая проблема, на наш взгляд, относится как к федеральному, так и к региональному законодательству. На основании частей 3 и 4 статьи 24 федерального закона лимит добычи охотничьих ресурсов утверждается для каждого субъекта Российской Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в срок не позднее 1 августа текущего года на период до 1 августа следующего года. При этом лимит добычи каборги, дикого северного оленя, благородного оленя и ряда других видов животных утверждается по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Однако, устанавливая полномочия субъектов Российской Федерации, федеральный закон не раскрывает, что понимается под объемом добычи охотничьих ресурсов необходимым коренным малочисленным народам для удовлетворения личного потребления, именно личного, а не в понимании промысла. И как нам представляется, лимит добычи охотничьих ресурсов определяется с учетом в том числе информации Государственного охотно-хозяйственного реестра. То есть не исходя численности общины или численности малочисленного народа, а именно исходя из численности охотников, внесенных официально в Государственный охотно-хозяйственный реестр. Почему важно такое разграничение личного потребления и промысла? Поскольку практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что вопреки требованиям федерального закона о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, охота и рыболовство, ну и хочу сказать, что в большей части рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни зачастую используется как способ упрощенного доступа к ресурсам и легализации браконьерского промысла. Уважаемый Высокий суд. Представляет опасности для человека. Сохранение и поощрение традиционных методов использования охраны животного мира, среды его обитания должно быть совместимо с требованиями устойчивого существования и использования животного мира. Что касается изучения материалов уголовного дела, то прокурорам Красноярского края материалы уголовных дел, которые были пропищены и приговор были вновь изучены. И прокурор Красноярского края не нашел оснований в ходе дополнительной проверки для принятия об инициировании материала постановления о прекращении уголовных дел в отношении охотников и также приговора по статье 258 в отношении нашего заявителя Геннадия Кирилловича. Мне представляется, что судом осуществлялась именно проверка фактических обстоятельств дела. Каким образом осуществлялась документальная передача права? Сегодня возникает вопрос, каким образом охотник может осуществлять отстрел на всех членов своей общины? Если вы обратитесь к приговору, то, например, один из охотников говорит, что вместе с ним община образует 19 родственников. И в связи с этим Геннадий Кириллович дал разъяснение, что он может произвести отстрел 152 особей дикого оленя. Охотник смог произвести отстрел 125 лишь особей и передал 123 для реализации. То есть для своего личного потребления оставил две особи оленей. Вот это я привожу в фактическую сторону, которая изложена в приговоре и в постановлениях. Поэтому мне представляется, что в данной ситуации оценка фактических обстоятельств, которые имели место быть на территории Красноярского края, она относится к компетенции судов общей юрисдикции. А то, что законодательство об охоте в малочисленных народах Крайнего Севера и животном мире должно синхронизироваться и требует конкретизации, конечно, с этим никто не спорит. И более того, я так понимаю, что представители малых коренных народов выступают законодательной инициативой, которая, возможно, будет рассматриваться и Государственной Думой, и Советом Федерации. Ну а по поводу соблюдения баланса интересов малочисленных народов и сохранения охраны окружающей среды, я думаю, Конституционный суд высказит свои правовые позиции и найдет тот баланс, который должен иметь место быть. Но, опять же, никто из правоохранительных органов, ни органы расследования, ни органы судебной власти не преследовали цели ограничения прав малочисленных народов, а анализировали фактические обстоятельства дела, проведение охоты, документирование этой охоты, передачи, так сказать, убитых животных и дальнейшей реализации. И проводя водораздел между традиционной охотой и так называемым промыслом. Спасибо. Спасибо, Татьяна Александровна. Уважаемая Мария Аркадьевна, прошу вас, пожалуйста. Уважаемый высокий суд, мнение Министерства юстиции представлено в письменной позиции, я его поддерживаю. И в целом оно фактически идентично тому анализу, который сегодня уже стороны мои коллеги дали в ходе дискуссии. Мы полагаем, что статья 19 оспариваемого закона об охоте соответствует Конституции Российской Федерации. Но вместе с тем тоже пришли к выводу, и это сегодня подтверждается в дискуссии, что нормы и этой статьи, и в принципе законодательство, которое регулирует данную сферу, требуют какого-то совершенствования. Поскольку сама по себе норма статьи 19 достаточно декларативная, и она требует, на наш взгляд, конкретизации в виде механизмов реализации. То есть если нам закон говорит о том, что для малочисленных народов это можно делать без определенных разрешений и так далее, то как это делать, как проверить именно эти обстоятельства, должно быть написано либо в самом федеральном законе, либо это должно быть указано в нормативно-правовых актах, которые могут давать объяснение и конкретизацию указанных норм. Но на это должна быть, конечно, соответствующая компетенция. Вместе с тем, что касается федерального законодательства, именно на уровне федеральных законов, наверное, нужно совершенствовать их в этой сфере. Но если говорить о региональном законодательстве и о том, что можно сделать уже сейчас, то нам кажется, что следует обратить внимание в части, например, определения объема добычи охотничьих ресурсов необходимы коренным малочисленным народам для удовлетворения личных потребностей. Эта полномочия передана на уровень субъекта Российской Федерации. Но для того, чтобы субъект Российской Федерации правильно определил этот объем, то, наверное, надо обратиться уже к имеющейся норме статьи 6 закона о животном мире, которая говорит о том, что федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке государственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, вправе издавать нормативно-правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий, в том числе обязательных для исполнения методических указаний и инструктивных материалов. То есть фактически такие полномочия в этой части даны федеральному органу исполнительной власти. И мне кажется, что их с учетом того, что есть сегодня, надо реализовать и конкретизировать эти полномочия. Спасибо большое. Спасибо, Мария Кургановна. Уважаемые представители министерства, кто из вас будет выступать? Сергей Владимирович, прошу вас. Уважаемый высокий суд, уважаемые участники процесса, позиция Минпровода России предварительно была направлена в адрес полномочного представителя президента в Конституционном суде и в адрес полномочного представителя правительства Российской Федерации в Конституционном суде в Российской Федерации. Насколько я знаю, в материалах дел позиция Минпровода России представлена не была. Вместе с тем, по результатам рассмотрения жалобы к Жданина Щукина на нарушение кассационных прав в статье 19 Федерального закона об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные актрисы к Федерации, необходимо отметить следующее. Кассационность указанных положений оспаривается с заявителями в жалобе в той мере, в которой они, исходя из подаваемого правопринятной практикой смысла, предполагают право лица, относящихся к коренным и младшественным народам, осуществлять свободную, без каких-либо разрешений, традиционную охоту лишь лично каждому членам семейной и родовой общины и не допускает осуществление данного права одним или несколькими уполномоченными охотниками в пределах нормативно установленных лимитов, рассчитанных, исходя из членов общины, делегирующих осуществление этого права. По мнениям природы России, закон об охоте не содержит порой неопределенности в вопросах о лицах, обладающих правом на традиционную охоту. Итак, социально-экономические права и интересы коренных и младшественных народов определяются и защищаются федеральным законом о гарантиях прав коренных и младшественных народов Российской Федерации, которыми в числе предоставляемых данным лицам прав закрепляется право пользоваться необходимым для защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, льготами по природопользованию, установленными федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативно-правимактами органов местного самоуправления. Вместе с тем, положение указанного закона, устанавливающая гарантии коренным малочистым народам, не отменяет обязанность федерального законодательства обеспечивать такое регулирование использования природных ресурсов, в том числе по изъятию объекта животного мира, которое не создавало бы угрозу сохранению его биологического разнообразия, способности к воспроизводству и устойчивому существованию. Кассационным судом была сформулирована и неоднократно впоследствии поддержана правовая позиция, что основным принципом правового регулирования отношений в сфере охраны окружающей среды является принцип приоритета публичных интересов. В силу данного принципа федеральный законодатель при осуществлении правового регулирования в этой сфере наделен широкой дискрецией, в том числе по принятию мер, направленных на сохранение охотничьих ресурсов. В реализацию возложенных в институции Российской Федерации по намочий федеральный законодатель закрепил в законе об охоте принцип правового регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, к числу которых относится обеспечение устойчивого существования, устойчивое использование охотничьих ресурсов, сохранение биологического разнообразия, участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, касающихся охотничьих ресурсов среды их обитания, учёт интересов населения, для которого охота является основным существованием, в том числе, коронавирусного и малочисленного народа Севера, Сибири и Дальнего Востока. С учётом указанных принципов, закон об охоте допускает осуществление деятельности по добыче охотничьих ресурсов только с момента возникновения соответствующего права, которое в силу части 3 статьи 8 названного закона возникает у физических и юридических лиц с момента выдачи разрешения на добычу охотничьих ресурсов. В силу оспариваемых законоположений добыча охотничьих ресурсов в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно, без необходимости получения разрешения на добычу. Вместе с тем, при определении субъектов отношений в области охоты необходимо иметь в виду, что право на добычу охотничьих ресурсов может возникнуть только у лица, который в соответствии с законом об охоте обладает статусом охотника. Положениями статьи 20 закон об охоте установлено, что охотникам признается физическое лицо, сведения о котором содержатся в государственном охотхозяйственном реестре. При этом охотники должны иметь охотничий билет, который согласно части 1 статьи 21 закон об охоте выдается физическим лицам, обладающим гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским законодательством, не имеющим непогашенной и неснятой судимости за совершение мышечного преступления и обнакомившиеся с требованиями охотничьего минимума. Таким образом, федеральный законодатель прямо предусматривает, что для реализации правого на традиционную охоту, лица, относящиеся к коренным младчист complete-народам, должны иметь охотничий билет и соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 21 закон об охоте. Кроме того, в случае добычи охотничьих ресурсов с использованием охотничьего оружия, охотник обязан иметь при себе разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, которое получается в соответствии с федеральным законом об оружии. Возможность делегирования права на традиционную охоту, равна как и механизм передачи права на охоту, законам об охоте не предусмотрен. Закрепление данной возможности в статье 19 Закона об охоте не повлечет до того тех правовых последствий, на которые осылается в своей жалобе заявитель. Поскольку члены семьи, не способные осуществлять традиционную охоту самостоятельно, не смогут обладать правом на добычу охотничьих ресурсов с использованием охотничьего оружия. Данное право распространяется на объем добычи охотничьих ресурсов, необходимое удовлетворение личного потребления лицами, отнесенными к коренным малочисленным народам, под которым поднимается в том числе потребление продукции охоты семьей охотников. Возможность реализации продукции охоты, полученной в результате традиционной охоты, организации, осуществляющей деятельность по закупке продукции охоты, предусматрена не сверху указанного объема добычи, а в его пределах, что соответствует установленным в статье 2 Закона об охоте принципам обеспечения устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов, сохранения их биологического разнообразия, определения объема добычи охотничьих ресурсов в учетом экологических, социальных и экономических факторов и обеспечивает реализацию конституционного права на благоприятную окружающую среду, гарантированную статьей 42 Конституции Российской Федерации. Таким образом, положение статьи 19 Закона об охоте и правоприменительной практикой ее реализации соответствует закрепленным в Конституции Российской Федерации гарантиям прав лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, и сами по себе не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителей в указанном им аспекте. В связи с изложенным, по мнениям природы России, жалоба гражданина Щукина на нарушение эволюционных прав в статье 19 Закона об охоте является необоснованным. У меня всё. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Сергей Владимирович. Владимир Савьевич, вы будете выступать? Нет. Тогда больше выступающих нет. Я хотел бы теперь задать вопрос уважаемым участникам, есть ли у вас какие-либо ходатайства при общении дополнительных документов, каких-то помимо тех, которые уже имеются в вашем распоряжении и ими оперировали сейчас. У вас нет. Андрей Александрович. Владимир Владимирович, я упоминал о том, что я просил два наших профильных комитета представить письменные позиции к заседанию сегодняшнему. У меня они есть. Я ходатайство при общении. Ну, если ты посчитаешь, нет. У вас нет возражений? Нет. Ну, к тому же стенограмме есть всё. Да. Спасибо. Нет больше у вас других предложений. Уважаемые судьи, у вас есть какие предложения? Не вижу. Тогда мы можем перейти к возможным заключительным речам. Вы будете, уважаемый заявитель и представитель, выступать, да? Хорошо. Прошу вас, уважаемый Владимир Геннадий Кириллович. Уважаемые судьи, эмоции просто зашкаливают. Никогда такие чувства не ощущал, как в космос попал. Были очень большие соблазны использовать наше право за пределами России. Но ещё раз объединился в том, что мы сейчас направлены в пути выше конституционного суда. В России нет. И правда, должно восторжествовать. Что касается выступающих, я бы очень хотел, чтобы суд обратил внимание, что представители коренных народов не делятся на охотников и неохотников. Я сам охотник живого в городе. У меня есть оружие. В любом моменте я могу взять отпуск и поехать на охоту, так как на данный момент отца деда нет, братьев нет. Я единственный охотник. Но могу нанимать других охотников. Поэтому я бы не хотел, чтобы представители Кашнавянского края и других субъектов не отделяли коренных народов и не разделяли их охотников и неохотников. Потому что питаться имеет право все представители коренных народов, носящих язык, традиции и обычаи. И поэтому разделение продукции не должно влиять на разделение народов. И прошу суд, глубоко уважаемый, не обращать внимания на то, чтобы наша продукция теперь делилась на тех, кто в городе живет и кто не живет в городе. Моя позиция в том, что не определены наши намерения передать право делегирования охоты, допустим, беременной женщины или пожилого старяка. Законам действительно нет. И это много раз повторялось. И мы это убеждены, а это и есть нарушение Конституции. Поэтому мы просим, чтобы рассмотрел суд именно право человека на свободный доступ к ресурсам. С тем, чтобы мы, живущие в тундре, живущие в городе, имели равные права на доступ к биоресурсам. Чтобы мы могли питаться теми продуктами питания, которые нам даны природой и нашими предками. Эмоции мне много что ограничивают в словах. И не могу говорить более, чем установлены законами и нормами данного дела. Поэтому еще раз прошу суд обратить особое внимание на то, что количество добытой продукции вот на данный момент превышал норму, потому что у нас... То есть не норма, а норму, которую мы добыли. Из-за того, что была обильная, так сказать, оленей было много, у нас был запас. Поэтому мы добыли такую норму и решили продать его полностью. Потому что у нас был запас еще другой продукции. И это бывает не каждый раз. Бывает так, что оленей нет, и поэтому мы не продаем мясо, а делаем запас. или частично меняем на то, что необходимо прямо срочно. И поэтому делать так, что вот общины прямо все будут продавать, такого у нас нет, и, возможно, даже и не будет, пока есть поколение такое, как я. Я не знаю, буду говорить про будущее поколение. Они смотрят на законы. Эмоции у них совсем другие. Они приспособлены к другим интересам, к другим намерениям. Но мы бы очень хотели, чтобы кондиционный суд определил их право будущей жизни. Потому что сейчас, не получив помощи, они просто растворятся в других народах, в других традициях. Я бы не хотел, чтобы начало нашего распада началось вот с этого дня, с этого часа. Я бы очень хотел, чтобы кондиционный суд как крепкий цемент нашей души закрепил наши народы право на нашу жизнь, на нашу культуру, на нашу традицию и на право свободно питаться и определять нашу жизнь так, как определяет наши обычаи, традиции и культуру. Уважаемый суд, прошу полностью удовлетворить мою жалобу. У меня все, спасибо. Спасибо, Геннадий Кириллович. Владимир Сергеевич, вы будете выступать? Нет. Уважаемые представители другой стороны. Можно, Геннадий Кириллович, с места, я очень коротко. Андрей Сергеевич, пожалуйста. Ну вот, уважаемый суд, вот Геннадий Кириллович сформулировал, наконец, то, что его на самом деле не устраивает 19 статья. 19 статья четко привязывает право к жителям тундры, то есть к тем, кто ведет традиционный образ жизни, проживает там не в городах и так далее. При этом я согласен, если более шире ставить вопрос, конечно, многие положения вообще нашего законодательства, которые касаются прав коренных и малочисленных, они декларативны. Они не наполнены реальным содержанием. Это так. Это большая проблема, которой законодатель и правительство Российской Федерации должны заниматься. Но в данном конкретном случае, к сожалению, содержание и диспозиции 19 статьи говорит нам о том, что этим правом наделены те, кто проживает в тундре и ведет традиционный образ жизни. И это то, что не устраивает заявителя о воспариваемых положениях закона. Это первое. И второе. Конечно, это относится к вопросу факта. Валерий Дмитриевич нам напоминал, что здесь это не рассматриваем, но уважаемый судья Казанцев задавал этот вопрос, и я понял, что я опустил этот момент в своем выступлении. Я просто справочно хочу суду сообщить, что примерно сейчас в тундре поголовье дикого оленя составляет около 400 тысяч голов. Значит, в лучшие годы, Геннадий Кириллович знает, это поголовье достигало примерно миллиона голов. Вопрос. Когда Геннадий Кириллович говорит, что нет домашнего оленя, потому что извили, он абсолютно верно излагает события, которые имели место. И когда на вопрос, а есть ли домашний олень, он говорит, что нет, в устья вами его нет, о котором ведет речь наш уважаемый заявитель. Но в Носковской тундре, в Тухарде, в Хатанге этот олень есть. Поголовье домашнего оленя в тундре таймырской сегодня примерно 130-150 тысяч. Это чуть меньше трети общего поголовья оленя. То есть к 400 тысячам нужно прибавить вот этого домашнего оленя. То есть все-таки еще очень важно понимать, что традиционный образ жизни для различных народов Крайнего Севера и Таймыра, он тоже имеет свои особенности. Есть охотники, а есть оленеводы. И возможно, если уже более конкретизировать положение закона, эти обстоятельства тоже нужно учитывать. Поэтому я просто для понимания ситуации в целом на Таймыре решил проинформировать суд об этих цифрах. Спасибо. Уважаемые судьи, хотел вас спросить теперь, есть ли необходимость исследовать дополнительные обстоятельства и новые доказательства? Не вижу. Тогда слушание дела закончено и решение будет приниматься в закрытом заседании Конституционного суда о дате провозглашения решения вам, уважаемые участники, будет сообщено дополнительно. Спасибо. Всего всем доброго. Прошу встать. Прошу встать. Прошу встать. Прошу встать. Продолжение следует...